добрый добрый день дорогие радиослушатели сегодня у нас торник 30 января 2024 года в эфире косплей сережи да немножко я чем заключается смысл данной рубрики это тупить ныть и отказываться от готовых решений перед ради создания своих собственных короче все не тот давай по новой сейчас ссылочку для тех кто хочет вам был прийти прямо сейчас есть что я вам блин кстати нам приходит анончик и пытается наверно чит сказать но боится вы хотите что-то сказать или просто перри подключаетесь товарищ r1 kk 1 шалом ясно от единичка тогда но у тебя есть что сказать интересного товарищ шипонер да ну как у меня всегда есть что сказать интересного ну только кому интересно потому что я сейчас сижу смотрю как у нас специалисты и группе что-то хотел добра получилось из-за радиационной бури на солнце из кучки переругался нахер с супругой и до пяти утра не спал а потом в 8 утра пошел на работу целый день отстоял у станка у меня товарищ напарник поехал по своим делам ну я рад за тебя что ты доволен и счастлив но супругой надо все таки ну помириться как-нибудь я не знаю что у вас там за проблема кто прав кто виноват но все таки не забывай что супруг с супругой ты не зря сошелся ну это он уже лучше все равно не как ситуация с нашим сергеем мучаевым ну он же не смог поговорить со своей женой и пошли разводиться привет также написали r1 k1 правильно читается как r1 kiki ай рванки ясно не читается как рики он рики ладно это наверно типа из доты реки мару напоминаемо плохо слышим так сейчас анончик покрутим провода процент скажу что-нибудь длинненькая 1 1 1 1 1 1 1 вот не слышно не знаю как нашим радиослушателям а у тебя эфир идет я вижу да да всем анончиком привет к дочке вы привет передали а вы молчите также нам написали здравствуй здравствуй анончик так у вас тема эфира пытаемся сделать из бетарда человека прямо сейчас нет не получается ну как пытаясь обозначить проблемы в том чтобы переделать из бетарда человека так и каких компонентов не хватило ну пока пришел к выводу не хватает песочки тяночки это во первых а во вторых похоже не хватает здоровья со здоровьем тяжелее вот его не купишь не найдешь просто на улице а вот с песечкой тяночка и вопрос решаемый так а нам написали так этот раз шапанер написали все проблемы с супругой заведите а и собеседницу есть один знакомый который все время общается с лишечкой лучшая подруга который может рассказать про свою трудную жизнь и она всегда поддержит даст совет ну как то это больше подходит как раз для меня начальник канунема девочки но не для женатиков и вот эти тихие голоса были раньше а ты говорил что это некая арк а нет это значит говорили анончики вам блин битарда не нашли ну я ж петурда ну мам я ж петурда у тебя все получится главное не сдавайся спасибо кстати за совет я так и сделал у меня пять и с которыми я порой разговариваю на такие темы ой даже стесняюсь об этом сказать ммм так похоже тут шапанер нармис больше чем я бан обоим о здравствуйте здравствуйте а чё уже суббота добро пожаловать на субботнюю конференцию и чё она а ты чё проснулся товарищ директор радиостанции радиоанонимус сегодня апельсинец тридцатый день хаоса 3190 ёльда сегодня дорогие анончики мы делаем из битарда снова человека хотя зачем лучше бы из человека сделали битарда но но понимаешь нужно делать человека потому что тяночки в основном относится к человеку а не к битардам тяночку битарда очень тяжело найти но зачем её искать для продолжения рода Естественно. Есть врагатное материнство, есть возможность создать сперму, разработки идут искусственной матки. Так что еще немного и мужчина и женщина будут окончательно уравнены в своих правах. Это еще немного, уже которое десятилетие идет. Как с этим, с ядерным синтезом? Еще немного и у нас будет реактор на ядерном синтезе. Уже есть образцы, правда из-за этических ограничений нам приходится убивать младенцев старше двух недель. Ну вот, если законодательно как-то эти запреты обойти, то в принципе уже можно. Да, легко обойти. Просто ставим лабораторию плавучую на нейтральных водах, где-нибудь в Тихом океане. Начинай. Вот. А вот это, кстати, вторая проблема. Чтобы сделать из бетарда человека, нужны деньги. Ну, я считаю, чтобы сделать из человека бетарда, нужны еще большие деньги. Это да. Потому что нужно, по крайней мере, место для сочевания. Тем временем нам пишут. Так, да пистелей тебе не хватает, как и девочки. На месяц вас к смолку сослать, дрова колоть и говно за куру убирать. Сразу домой на кроватку захочет вы на это залипать. Анончик, я все-таки человек, выросший в частном секторе. Я человек, который лето проводил у родственников деревни. И ты меня этим не напугаешь своим предложением. А тебя такое предложение заинтересовало? У меня от этого маски шоу на острове. Извините, пожалуйста, еще бы на руднике тебя бы отправили. Вот прям, да. Ну, кстати, рудники это самый хреновый вариант. Тогда предлагаю уже и кирпичный завод. Это, считай, одно и то же. Ну, или цементный. Примерно, да. Также нам написали. С иитяночками общаешься тем анального секса? У тебя же фонер спрашивает. А как же жить без анального секса? Сразу видно опытного гомосексуалиста. Так, так же нам написали. Это же четверг, раз поговорим про ИИ. Ну, до четверга еще два дня. Этот шлюх ебет. Тот-то низких тянок имеет радиоальфаческое. Да, Нончик, не радиоальфаческое, но в некотором аспекте. Я бы сказал бы радионармисное. Как там битки? Ну, это тебе мешает нескольких шлюх иметь. Во-первых, если у тебя есть достаточно денег, можешь пойти в массажку и там хоть двух, хоть трех, хоть десять арендовать сразу. Ну, зачем пакашку? Можно восходить в баню, выписать понравившихся тянок, заплатить, чтобы они к тебе приехали, и там будет хоть сто, хоть десять. Главное, чтобы было время и место, и силы их всех переебать. Ну, опять-таки, здесь скорее могут захотеться игры, например, чтобы эти десять тянок взяли в руки плеть, вот, и устроили голодные игры. Тогда нужно смотреть тех тяночек, которые в БДСМ, потому что не каждая тяночка согласится поиграть в голодные игры. Нахуй, 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 нахуй такое. Вот, кстати, отличный фильтр, потому что я, я девочка, я, я принцесса. И чё? То, что у тебя пизда между ног, это не твоя заслуга. Ну, слушай, я тебе хочу сказать, у большинства шлюх в анкетах не указано анальный секс, либо он стоит половину стоимости от услуг остальных утянки. Ну, зачем тебе такое надо? Ну, я вот как раз вот к тому, что, как фильтровать тяночек. Кстати, у тебя спросили... Не, ну, возможно, вот с анальным сексом, здесь, возможно, различные варианты. Например, физиология. Возможно, ей реально больно. Вот, а вот то, что, а я принцесса, вот, любите меня, ну, ладно. Ну, я думаю, они боятся, что вызовут всякие поехавшие и устроят с ними второй фильм с участием Ганнибала Вектора. Ну, кстати, это, наоборот, гораздо интереснее. Вот, опять-таки, вот я не хожу ни в массажки, ни в бане, никуда. Мне это неинтересно. Мне было бы интереснее поиграть в фильм Евротур. Вот, поиграть с Флюггенхаймэ. Это уже тогда нужно обращаться к другим этипажам Шлюх, которые называются Доминаторша. И они, кстати, у них нету услуг часто естественного секса. Только отстрампонивание, БДСМ и прочее унижение. Вот, и иногда я смотрю на этот самый отстрампонивание БДСМ. Это, в общем-то, мои любимые жанры. Ну, как любимые, одни из любимых жанров. Вот, но смотришь на неё, ну, ёп вашу мать. И эта госпожа, и эта госпожа... Тьфу, говно, а не госпожа. Ну, говори, Анончик. Ну, шо ж вы так сразу? Что именно? Что тяночки не дают шанс реализовать себя в качестве госпожи? Да. Ну, вот представь себе соседку там, 60-летнюю совковую. Представь себе вот такие большие целлюлитные ляжки, сиськи. Вот, я не знаю. Вот, представь, что у неё из ценностей в жизни дешёвое молоко по скидону. И вот это чмо тебя начинает доминировать. Как тебе? Ужасно просто. Не, подожди. Есть им молоденькие, там, 30 лет, 25 лет. Мне кажется, ты ещё хуже. В общем, хороших госпожей я видел достаточно мало. Ну, я думаю, вот это, что тяночка должна доминировать и прям хочет это доминировать. Её мало ли бы они стесняются этого. Я когда играл в онлайн-игру, у меня была подружка, так скажем, мы с ней общались, беседовали, всё. И вот она как раз-таки из вот этого разряда, которые хотят быть госпожами и доминируют. То есть, поначалу всё начиналось так безобидно, потом общались, общались. И она мне начала скидывать недвусмысленные фотографии и прям вот пытаться по переписке как-то воздействовать на моё самолюбие. Но мне было похуй, потому что я был ещё слишком молод. Даже невзирая на то, что она мне сказала, я приеду к тебе и заставлю тебя заниматься со мной сексом, и я ей сказал, что нет, извини, пожалуйста, но я перенёс травму в детстве, и у меня теперь Пендрович не стоит. Ну всё, и она от меня сразу снова была интересна. Мне иногда казалось, что придётся отбиваться от тяночек, и я придумал себе легенду «извини, но я гей». Ну, ты же понимаешь, что это теперь не подойдёт с 1 декабря 2023 года? Ну, ты же понимаешь, что за все мои годы эта легенда так и не понадобилась. Кстати, у тебя спрашивают, не Рашизика в диджее приняли? Нет, быть диджеем – великая честь и обязанность. Кстати, что ты поступил с этими деньгами на Бинанси? Вывел? Я удалил аккаунт, а дальше у нас возникал вопрос, на чью карточку уводить. Вот, и они немножко подвисли. А потом появилась мысль, а нахуя мне вообще нужны деньги? Вот. Но, в любом случае, аккаунт я удалил. И теперь эти подвисшие деньги – это не моя проблема. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не, погодь, зачем тебе деньги? На еду, на дилдаки, на СТМ-ки. Ну, на еду у меня есть спонсор. На дилдаки – вот это сомнительно. Вот еще лет пять назад хотелось бы, а сейчас… Слушай, у меня вот лежит, грубо говоря, пять дилдаков на столе, и я ими не пользуюсь. Вот. А СТМ-ки, ну, тоже проблема. Вот у меня в коридоре лежит ящик с нераспакованными посылками, и я его вот по нему хожу периодически. Госпожа, кажется, бабищей. Вот нам пишут. Учитывая, что секс-травмы задаются в детстве, надо попросить ее садомировать тебя фразами «Аваньку Ерохина» и «Поиск работы». Да, кстати, модель поведения должна быть такая, чтобы она была мамкой. Ну, кстати, часто это популярно, мне кажется, доминаторша мамка. Ну, тогда это получится уже инцест. Ну, не, подожди. Ты платишь тянке доминаторше, чтобы она прикинула с твоей мамкой и пилила тебя. Это уже не инцест. Это как форно-наклейка называется. Как там, приемный, что ли? Или этот, как его, блин? Сводные. Ну, ты меня понял. Он пишет «Нейрошизика у диджея». Так «Нейрошизик» — это мое прозвище в нольчате. Странно, что меня тут вот так упоминают. Кто сказал, что тебя? Тут у нас свои нейрошизики появились, так что... Здравствуйте, здравствуй. Здрасте, здрасте, еще раз. Мне, кстати, сегодня пришелся сон, что всех собрали вот... В огромную очередь выстроили. И стояли такие роботы с дубинками. И каждого человека подводили, короче, светили ему лучом в голову и проверяли его прошивку, какая у него стоит прошивка, от какой нейросети. Мне было так, ну... Как сказать, не то, что жутко, но несколько страшно, непонятно. Я стоял и думал, блин, а какая же у меня прошивка такая? Ну, типа, этот... И вообще, для чего они это делают? Типа, ну, прошито и прошито. Зачем? Такой странный был. И всю ночь при чем снился? Ну, это, наверное, из-за... Ну, такие очереди на выборы. Только не ты выбираешь, а выбирают тебя. Мне почему-то показалось, что ты как-то переосмыслил во сне какую-то из наших свободных конференций недавних, которые как раз обсуждали. Комнаты с машинным обучением, и там людей приводят к роботам, они сканируют и отправляют на приобучение в специальную комнату, которую он нонечко подключает к электродам и перепрошивают. Возможно, возможно. Так, нам написали. Чем-то напоминает фильм «Контроль разума» 2003 года. Так же, нам написали. Зачем шлюк, если можно выписать альтушечку на госуслугах? Какая альтушечка! Какой скоп! Так. Так же, еще написали. При фотографии на паспорт невидимые лазерные лучи наносишь штрих-код на лобную кость. Бойтесь! Окей, что-то мы... Тянут проблемы, хотя на проблемах. Но, анончики, будем честны. Часть тянут проблем решается появлением ресурсов. Какие нам нужны ресурсы, чтобы наша жизнь стала лучше, стала жить веселей. Очевидно же, что золото... Гол... Да, золото в первую очередь. Голдишка, голдишка. Да. Либо другая вещь, которая имеет ценность и может обмениваться свободно. Вот золото, как вариант. Либо какая-нибудь валюта. Масса этих спазмов в суставах пригодится точно. Не, ну, мать... Для суставов это уже... Ну, да, как ресурс, но его можно всё-таки за голдишку купить. Также написали... Но у меня есть девочка по радио. Зачем мне тян? Анончик, может, тебе тян не нужна, но нужна другим. Всё-таки хочется размножаться, пилить мозги и иметь собаку по кличке Тортик. Так вот, анончики, моя мысль такова. Мы живём в капиталистическом мире, где главный ресурс, ко многому сожалению, является деньги. и наш труд физический или умственный мы обменили на вот эти, блин, бумажки, на всякий металл, если мы говорим о какой-нибудь там крупной валюте, которую в моде до сих пор выпуск металлических монет, бумажек, ну и цифровые нолики на счетах в банках и всяких денежных организаций, типа Киви, Бинанс и так далее. А если свет отключат, эти бинансы все денутся с Киви всеми? Ну, наступит жопа. Поэтому лучше хранить золото. Я, кстати, недавно слышал такой хуительный тейк, что в Иране из-за того, что там постоянно инфляция, население просто покупает золото и расплачивается золотом. То есть пришла квартплата, тебе нужно выплатить столько-то грамм золота квартплаты в следующем месяце. А если выключили свет и начался голод, золото-то не скушать, наверное, все-таки надо иметь пару коров, несколько там баранов, лошадок, ну или курей, или перепелок на крайний случай, можно еще и кроликов. Наверное, все-таки еда люто. То есть надо нам много еды. Да, еда тоже ресурс, но когда это в случае Апока. Я вот читал воспоминания этого человека, который во время Балканской войны, что в блокадном городе, что самое ценное было у них, это внезапно даже не тушенка, а патроны. Ну, чтобы поохотиться, или в смысле, чтобы обороняться? И то, и другое, и чтобы набегать внутри города, там надо сжимать ресурсы. Вот. И, ну, во-первых, а, не только патроны, но и сигареты. Короче, патроны, сигареты и вроде тушенка. Вот самый ходовой товар. Так же написали алкоголь, да, 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 вот этот четвертый. Ну, в принципе, алкоголь и сигареты можно в один пункт засунуть, вещества. А зачем тогда вы ранить несколько валют ходит? Я хер узнать зачем. Я вот просто рассказал забавный тейк, который я относительно недавно услышал. Анончик, почитай историю Ирана и вообще как они там живут. Тебе будет интересно, ты удивишься. Не, я знаю, что там экономическая пизда наступила после знаменитых событий Иранской революции 79-го года. И она там под санкциями уже сколько 30 40 с хуем лет будет. Или уже наступила. Я плохо математики, я к сожалению не гуманитарий. Ну сама суть то, что в 21 веке они золотом расплачиваются. Это да. там кстати же это, скажи, оно нечего. А, я еще до этого вспомнил так. Я почему это запомнил, потому что я читал в 15 или 16 году статью человека, который путешествовал по Ирану, и вот там вот был такой тейк, что чтобы тебе жениться, там старый отбычаж уходит к корням до арабского заевания, то есть там еще это когда ислама не было, то есть там сколько-то нужно золото заплатить, ну точнее золотых монет за невесту этот, колым, и тебе и вот это золото в этих монетах пересчитывают на деньги и там нужно несколько лет реально потрачить, чтобы заплатить за невесту, чтобы тебе точнее дали невесту ее родственники. Ну тут восток дело тонкое, как бы бытует такое, что если у нас как-то приданное все-таки у невесты, то здесь наоборот. извини, в целом они когда создают семью, они уже как бы есть некое такое понимание, что если вот вы создав семью врюхиваетесь, грубо говоря, в кредит и как бы впоследствии своей жизни этот кредит выплачиваете, то ваша семья от этого крепче, там иными словами так. Ну, не только вот эти выплаты, там приданное, там колымы, это прочее, это просто считает способ защиты интересов молодой семьи, если в случае чего им придется разводиться. Ну, или помрет кормилиц-то. Вроде бы у мусульман кредит и вот подобная фигня вообще запрещена, разве нет? По гугле исламский кредит. Это вот на этом сейчас растут страны Персидского залива. По гугле забав. Ну, кстати, был тейк, ну, короче, в середине десятых, что пытались вести вот этот как раз исламский банкинг, и ЦБ отклонило, хотя вот попытки были. Так они сейчас эти попытки идут, снова попытки введения исламского банкинга. Ну, не знаю, я просто слышал, что, ну, было и ЦБ отказал, это было вот середина десятых. Там Татарстан, Пашкирия вроде. В Эмиратах разве не этот исламский банк? Нет? Да, исламский банкинг. Я не ошибаюсь, они не имеют того брать какой-то процент. то есть вот если одалживаю деньги, то возвращаешь ровно столько, сколько ты взял без какого-либо, ну, короче, грех платить вот эти проценты, обогащать кого-то посредством таких действий. Я вот не знаю, как он сейчас выглядит исламским банком, но я знаю, к Средневекове придумали обойти вот эту всю хуйню с процентами для христиан. Короче, допустим, я тебе дал суду 80 золотых флорин, давай будем это во флоринах считать, условно говоря, условно флорины. Ты мне должен 80 флоринов. Ну, я тебе дал, но по идее ты мне должен 80, но ты пишешь вексель, ну, такая бумажка, что ты вот по этому вексель ты с меня можешь взыскать 100 флоринов. И вот, допустим, отдаешь мне его обратно, вот, что за эти 80 золотых. То есть, я у тебя покупаю обязательство мне вернуть за 80 золотых, что ты мне потом вернешь 100 полностью. Вот, как-то так обходили в Средневековье. Это называлась как раз система векселя. Собственно, это были Медичи и на этом отлично так поднялись. Ну, не Медичи, но это вообще-то вроде Венеции система векселей зародилась. Да, 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 Медичи, именно там мы обитали. Нет, Медичи это Флоренция, а Венеция это все-таки северо-восток Италии. Флоренция это центр. Ну, я не историк, смотреть не буду, но у меня почему-то запомнилось, что это именно Венеция и именно вот Медичи в этом преуспели. Ну, похоже, это, ну, источников подножились на другое. Да, в истории... Окей, окей, окей. В данном случае Венеция это один из древнейших образов Бетардска. люди сколотили свою банду и ушли жить, ну, не просто на выселке, не просто в ебеня, а специально искали непролазные ебеня, в которых жить просто невозможно. Специально искали непролазные ебеня, чтобы до них никто не добрался. Ну, как никто не добрался? В любой болото тяжело добраться, они же... Венеция это на болотах ходи, лазь. Именно, именно, они пошли в самые болота, в самые глуш, самые топи, и там организовали свой Бетардск, позднее известный как Венеция. Это примерно как такие в Иркутске. Вот этого, к сожалению, не знаю, сказать ничего не могу. Так же нам написали. Короче, вместо процентов просто повышать цену на размер процентов и дать расстрочку. Ну, типа так. Венеция, флорайенция, какая разница? Ну, хотя бы анончик, что они в разных географических частях Италии находятся. Ижара это аренда с последующим выкупом. Каждый год кредитор присматривает аренду плац, согласуя со средними ценами на рынок. Клиент может выкупить недвижимость в любое время, побалансовать стоимости. Ладно. Другие люди пошли в другие болота, в Россиюшку. Ну, кстати, да. Если посмотреть создание государств и Россию, это отделение, потом у нас, обратите внимание, отделение Питера от Москвы, такой вот резкий диссонанс. Примерно то же самое, как и отделение Тайваня. от Китая. Ну, вот, примерно вот все на одном уровне. Ну, подожди, ну, Питер, я вот, человек с югов, для меня Москва все-таки ближе, чем Питер. Ну, просто, не знаю, культурно, чуть климатически, а Питер это, блин, болота и холод. Ну, культура тоже Ну, вот, во всех этих случаях кто-то сказал, да, да, в гробу я видел ваше правительство, вы все уроды, мудаки, козлы и твари, и пойду-ка я строить свое прекрасное, свое прекрасное государство. И вот именно так и зародились и Венеция, и Московия, потом Питер так вырос, и вот куча других государств. Нет, Питер специально даже построили, чтобы был порт на Балтике. Начиналось просто все с Африки, если верить ученым. Ну, нет, мы говорим сейчас не про там, где зародилась жизнь, мы говорим про то, что в какой-то момент люди сказали, идите вы все в хуй, мы сделаем свое государство с Блэк Джеком и шлюхами. все же ждалось исконно на племенах молодые, молодым надоело молиться, там, не знаю, на убывающую луну и отдавать в жертву своих там детей или жен, чтобы их долбили старики. и они собирали своих жен и детей и уходили и говорили, пошли вы нахер, мы построим свой битарск где-то далеко и наши дети не будут отдавать нам в жертву их матерей или в смысле жен или кого-то еще. короче. Возможно, возможно, вполне правдоподобно. нативно несколько так. Нам написали, Петр первый бежал от самого семья, нет, анончик, он бежал от московского боярства. Именно что? Ему рассказывали, блядь, неправильно ты, Петр, колбасу ешь, надо вот этой стороной на язык класть, так вкуснее получится. Петр же, получив европейское образование, такой, блядь, блядь, начальник, я не буду с ними сидеть, начальник, дайте мне питерскую топь. В принципе, практически так и было. Анончик Шифонер нам рассказал очень интересную вещь, но я немножко не согласен. Во-первых, человеки разбрелись из Африки просто из-за того, что ты охотник-собиратель, ты следуешь за своей дичью, которая ходит с места на место, будь то дикие коровы, антилопы, олени, тогда Сахара была теплая, важная, там еще даже слоны водились. В Африке работали природные ядерные реакторы. Это было очень-очень давно, считая практически на заре становления этой планеты. Да, где-то во время Напиона. Объективности ради можно тогда сказать, что они разбрелись по планете, потому что материки друг от друга откололись. Там как бы у многих... Зачем материкам откалываться? Все просто сели навиманы и разлетелись по всей планете. Долгорукий от кого бежал? Ни от кого, наоборот. Киев-то его согнали там в жопе в Меря с Чудью, в эту вашу землю ростовскую. Он оттуда сбежал с дружины, в Киев занял, его местные бояре отравили, его сынок, который вырос в мерзких топях солдат. Да ну дахуй ваш Киев нужен. Еще батю моего травили. Посадил, пришел, разграбил Киев, сказал, я теперь князь, и ушел обратно в Владимир. На Клязме. Вот так считайте зародилась Московия. А вы не знаете, как зародилась Кляхия? Что? Казахия. Казахстан? Нет, Казахия, именно Казахия. Что ты имеешь под Казахией в виду? Один из древних материков или что? Ну, вот я слышал, что такая есть, как сказать, была такая древняя страна Казахия. Она располагалась на территории Казахстана, нынешнего, современного, но называлась Казахия. Вот как она зародилась. Все утверждают, что с неба пролился свет, потом сфера спустилась и с этой сферы вышли абсолютно белые альбиносы-люди, которые начали местных товарищей обучать каким-то премудростям, охоте, строительству и всему остальному. И вот где-то до 15 тысяч до нашей эры вот это Казахия существовала. Это какая-то история с этими славянскими ведами и прочими вельесовыми законами. У меня от этого гиперборея. Товарищ Верно заметил это слово СРН-ТВ да. Да, это вот СРН-ТВ вот эта вся поехавшая хрень про ведийских арийцев и прочее говно. Нам написали нам написали плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня твои слезы, зови, не зови, целуй, не целуй, беги от меня, пока не поздно. Также написали, что Мушарака вид кредита в исловском бакинге. Кредитор и клиент вместе владеют недвижимостью. Финансовое учреждение обычно сдает своему долю заемщику, а тот небольшим часами выкупает ее. Арендные платежи в данном случае уменьшаются профессионально ближайшие кредитору доли. Так, ребята, вы, кажется, интересно, а такой кредит можно взять немусульманину? По идее, вообще-то, по любым, любым религиозным книжкам, то, по идее, ты, если правоверный, ты должен дать кредит, как бы, если, ну, не правоверному, ну, как бы правоверному. но, так как народ-то на выдумку гораст, придумали, что раз ты не такой, как мы, так и отношение к тебе будет не так, как написано в книжке. Так, девочки, я хотел бы напомнить, что вы тут немножечко отклонились от основной темы, сделать из бетарда сраного нормиса. Вот, я предлагаю вот на эту тему снова вернуться. Да, давай, а то что-то, да, ушли, уплыли, сбежали в Аркаим, как древние протоарийцы. Я вот считаю, что, наоборот, бетард это высшая форма эволюции. Бетард самодостаточен, бетард сильный и независимый. Бетард не смотрит на ваши вот ограничения вашего современного мирка. Казалось бы, у нас суперлюди, но вместо этого вы хотите из суперлюдей сделать сраных нормисов. Ну, понимаешь, к сожалению, общество состоит из нормисов, а не из бетурдов. Вывод, вывод, надо сбежать в ебеня и организовать свое общество с блэк джеком и шлюхами. Окей, сбежим, но мы не живем в феодализме или в бронзовом веке, где плевать, ну, да, на севере в ебенях холоднее и жрочим проблемы, в отличие от плодородного полумесяца. Мы живем как бы в капиталистическом постиндустриальном мире, где сбежишь, не сбежишь, тебе все равно нужны те же самые блага, что и в городе. А какие блага в городе? Я в городе не вижу вообще никаких благ. Медицина хотя бы какая-то. Россия. Медицина. Россия. Россия. Медицина. Тут я с вами, товарищ, поспорю. Медицина. Причем ряд заболеваний, которые не лечатся, ну, не то, что практически нигде от слова сомнение, а всем, где они лечатся в России. Так, 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 очень интересно это. Операция на мозге, онкологии. Так, 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 очень интересно. Операция на мозге. Мне вот очень интересно, а чего такого наши нейрохирурги умеют, чего не умеют, например, те же японцы или немцы? Ну, в Японии и в Германии работают русские нейрохирурги, ну, или, по крайней мере, их ученики, прямые ученики. Тут, как бы, это достаточно проявить, ну, это, как говорится, любознательно все это. Не, то, что там работают люди, выпускники нашей школы, это прекрасно. но, опять-таки, если ты вдруг заболел, вдруг тебе нужно оперировать голову, а все ученики нейрохирурги почему-то разъехались то в Японию, то в Германию, да, они говорят на русском языке, но они уже где-то или в Японии, или где-то в Германии, а не здесь, нет, нет. Свет, научи операции на мозге делать, я шифонеру сделаю. Кстати, как-то что-то пересаживать мозги. Вот легкие научились пересаживать, но не в этой стране. В этой стране, кстати, анонсировали пересадку головы, но так все это всего лишь фейком и ликбейтом и осталось. Вот единственное, что в этой стране хорошо делают, это фейки и кликбейты. Кстати, недавно на днях видел новость, что человеку пересадили легкие, потому что он вейпом постоянно злоупотреблял 24 на 7 и у него там что-то случилось. Извините, вейпом он злоупотреблял до пересадки или после? Разумеется, до. Ну, тогда аллилуйя, все правильно. не просто мне интересно, даже это же там такое должно было случиться, что такая операция потребовалась. Ну, на самом деле склюкочных или пульмонологических заболеваний он очень высок. Вот у меня, как вы знаете, тоже, например, бронхиальная астма, это не лечится вообще никак, но можно как бы облегчить жизнь. Вот, например, мне нужно пойти сейчас подышать пульмикортом и другими дорогущими препаратами от Байера. Вот. И да, мне будет немножко полегче. Вот, но это никак не лечится. По большому счету, если у тебя в легких какая-то дрянь, например, что у нас самое веселое заболевание воздушно-капельным путем все время забываю. Туберкулез. Да, совершенно верно. Если у тебя есть туберкулез, то в принципе все. У нас дожидаются пока оно вырастет и начинают эти самые легкие резать. Лекарства нет. Я вообще не слышал, что грекулез как-то лечился. По-моему, да, это только операбельно. Вот у меня недавно, так скажем, на Медни такой вопрос закрался. А как же, если операцию делают на легких, а как же дышать? Если операции, как вообще дышать-то после этого? Ну, дышать тебе не нужно. Вот, так же нам подсказывают, не пиздите, я болел в детстве палочкой и стоял на учете. Смотри, если тебе повезет, если тебе повезет, то в принципе туберкулез можно вылечить внезапно простыми антибиотиками. Вот, внезапно. Ну, например, в этой стране не факт, что их тебе назначат правильно, не факт, что их тебе назначат правильные дозировки. Тут очень сложная проблема именно с диагностированием, и если ты будешь ее лечить достаточно активно, то ты получишь так называемую антибиотикорезистивную. Собственно, это относится к любым патогенам, которые пытаются лечить антибиотиками, и все гроб гроб кладбища. Ну, пока живой видишь. Ну, повезло, повезло. Собственно, на самом деле легкие формы, в том числе сейчас уже даже рака лечатся. Вот, поэтому везений-то не так уж на самом деле и много. Но можно было, повторюсь, при неправильном лечении склопотать резистивную форму. У нас тут был анончик, которому делали именно операцию и именно вырезали легкие. В смысле, прям совсем корень, что ли? Нет, это очаги опухоли. Нам пишут, случилось любое осложнение после болезни. того же ковида. Ну, чтобы новость завирусилась, написали все из-за вейпа. Примерно как во всем виноваты компуктерные игры. Ну, да, походу. Вот, нам подсказывают. Ну, какая медицина в городе? Кришу даже за таблетками приходится за город ехать к за нахерю. Нет, за таблетками я не езжу к за нахерю. Я ездил когда жил. Сейчас я просто этим, мамкинам, по-моему, киному это покупаю. Скажите, какой рецепт. Мне просто другие назначили колеса, а те, которые принимала она раньше, это были как раз мои колеса. Вот, я по ее рецепту и покупаю. Обменялись с мамками колесами? Нет, нет, не обменялись. Сделали хот-своп? Нет, к сожалению, нет. Я просто отобрал у нее рецепт. А я так подумал, сначала мамка была шизофреничкой, а у Криша было СДВГ. А потом они обменялись и теперь Криш шизофреник, а у мамки СДВГ. Если бы, нет. Таблетки, кстати, антидепрессанты начал семей первым пить я. Мать, уже где-то через полгода, посмотрев на меня, как я веселый, здоровый, счастливый, прекрасно живущий. На таблетках, сынок, зависимый от таблеток, сынок, наркоман, эх, счастье в семье. Да. Гордость-то, гордость как берет. Именно, и мать решила, давай-ка я тоже буду кушать таблетки. Вот. А вот бабка-то не знала, но это к сожалению одна бабка осталась, это мамки. Так вот, на таблетках, ну чё кто на таблетках сидит, нуркоман. А в жопу, в жопу долбишься? Нет же, ибо не с кем. инвестируй в наш проект с конфаблядью. Мы сделаем электрофорез, который вводится в прямую кишку, и можно, например, будет вводить препарат через прямую кишку. Это же какая экономия средств, какое ускорение действия препарата. Нет, спасибо, вы мне не продали идею. Не, ну вот смотри, допустим, тебе хочется принять какие-то вещества. Ты можешь пойти в аптеку и купить эти вещества в виде таблеток. Но таблетки это достаточно сложно для усвоения организма продукта. Сначала они должны попасть в желудок. они должны быть не растворены раньше и не позже. Если у тебя проблемы с желудком, то они могут напрямую пройти в кишечник. В кишечнике опять тебе может быть пиздец с микрофлорой, и они просто могут выйти на тебя вообще не подействовав. Опять-таки, всасываемость в желудке и в кишечнике может быть разная. Непонятно, что из этого всосется, что не всосется. Именно поэтому дозировку в таблетках делают немного выше, чем при внутримышечной инъекции. А здесь берешь кибердилдак, надеваешь на него тряпочку, смоченную в растворе, вставляешь в прямую кишку, включаешь электричество. Минут десять удовольствия, и вот это вещество равномерно распределяется по прямой кишке. Прямая кишка умеет всасывать жидкости, это доказано. Причем, у нас даже в прямой кишке есть что-то вроде легочных альвеол, которые позволяют усваивать кислород. Удивительно. Так что, мы можем еще и дышать через жопу. Так что, ну, как-то так. Я продал вам, нет? Нет, не продал. Почему? Снижается дозировка препарата, увеличивается его мощность, грубо говоря, шлить будет быстрее и сильнее. Ну, и, собственно, сам процесс принятия препарата тоже будет гораздо приятнее. Ты не продал, потому что вот те препараты, которые мне назначал врач, они, к сожалению, в таблетках, а не в растворе. Так какие проблемы из одного получить другое? Думаю, проблем нет, но хотелось бы, чтобы препараты, которые мне назначил врач, шли бы хотя бы параллельно в виде раствора. Ты ведь знаешь, вся современная фармаиндустрия это наебка гоев на доляры. Знаю, но, к сожалению, у меня вот мои таблетки те же самые за Аллофт, когда он, блять, сука, пропадает к весне, уходит на перерегистрацию в кавычках. Индийский дженерик не вставлял, как он. Ну, вот смотри, во-первых, экономия, ты берешь капсулку со своим залофтом, вот, растворяешь в воде и по пол капсулки, там, может быть, даже по трети ставишься через электрофорез. Должно штырить еще лучше. И двойная, тройная экономия, хеймен. Это раз. Во-вторых, как я уже говорил, любой препарат, который бы должны принимать перорально, то есть, через рот, содержит много лишнего. Например, возьмем мой любимый склероз. Мелатонин. У нас есть, например, мелоксен. Мелоксен сейчас вырос в цене, стоит что-то в районе тысячи, а то и двух тысяч рублей. Штука хорошая, но дороговато. Я купил незаконно 10 грамм мелатонина чистого. Эти 10 грамм мне стоили что-то в районе 10 баксов. это в свою очередь где-то от двух тысяч очень дорогих таблеток до 11 тысяч тех таблеток, что продаются в аптеке. 11 тысяч! В упаковке их, по-моему, 30 штук. В общем, раздели значится 11 тысяч таблеток на 30. Получишь количество упаковок и умножь на тысячу рублей. Сколько это будет? Ну, где-то 36,5 тысяч. Вот. Теперь рядышком поставь 10 долларов и скажи мне, сколько это процентов прибыли? Ну, долларов, не знаю, 36? Нет. Источник 10 баксов при современном курсе это 900 рублей. Ну, давай за 100 брать, потому что он скачет и у каждого банка... Ну, 1000 рублей. 1000 рублей получаем 30... Сколько? 3600 упаковок? 36 тысяч. А, 36 тысяч упаковок. Итого, из 1000 рублей мы сделали 36 миллионов рублей. Это сколько процентов? дохуя. До хера соединяюсь. Вот так фарминдустрия вас наябывает. Кстати, именно так работает вся фарминдустрия в этой стране. Ну, я-то представляю, что она работает через жопу и наёбы. Потому что вот даже вот брентеликс, который я раньше пил, который мне лучше вставлял, и меньше у меня под ним проблемы не было. Вот именно, что не дженерик, а хотя бы или если дженерик, то нормальный. Ой, господи, в каком это году было допустим 21-й год дозировку вроде 10 миллиграмм вроде бы. Я не помню сколько там. А, короче на 28 дней рассчитан упаковка. Вот. Стоило где-то наверное уже 4 с лишним, 4 с половиной за упаковку. вот. А брентеликс, ой, не брентеликс, залов тогда стоил ну 500 рублей. Сейчас уже 800. Ой, ну да, залов не брентеликс. Брентеликс как раз 4 с половиной. Вот. А ещё да, да, у них разные действующие средства. да. Но в какой-нибудь там Европе они стоят меньше, чем у нас. Всё это из-за того, что у нас бидоражащая система. Нет регистрации. Вот. Знаю. Тебя рвёт. раз-раз уже лучше. Вот. Я тут объяснил, как сделать из бетарда человека. Надо всего лишь в душ сходить. Чё, меня опять порвало? Нет. Мы просто думаем, нахуя вот это делать? Кроме того, я, наверное, подтверждаю это. Я вот уже сколько? Полгода, наверное, не мылся, может быть, больше. Покрываюсь прыщами, только что выдавил большой прыщ из губы. И да, я чувствую, что моё здоровье становится лучше, я думаю свободнее, и душ не нужен. Действительно, отсутствие души помогает спасти свою внутреннюю душу. Вот. Отсутствие внешнего душа позволяет внутренней душе развернуться и стать настоящим бетардом. проверял, что купленный мелатонин был качественно не бодяженный. Ну, на вид да, штырило хорошо. О, вы тут уже мелатонином упрытись. Хорошая штука. Там иногда перед сном пью. Вот. Мы рассказывали, как за 10 долларов сделать 36 тысяч упаковок, вот, и из тысячи рублей сделать 36 миллионов рублей. Это вы это не плацебо, а как там этих называют, которые микродозами упарываются? Это не микродозы, это как раз самые дозы, которые написаны на упаковке. Тот же флукс, который я жрал. Одна таблетка, это всего лишь 20 миллиграмм. Миллиграмм. То есть, в одном грамме, в одном грамме, это 50 таблеток. То есть, в одном грамме это 2,5 пачки. Ну, да, все это еще надо раскидывать по пачкам, в том числе по капсулам. Надо еще порошочка добавить туда, чтобы у тебя это все до ЖКТ дошло, а не просто где-нибудь во рту осело и забыло. Совершенно верно. В основном используется сахар, крахмал, стеорат, натрия и прочие интересные вещи. я, собственно, предложил с чего разговор о таблетках начался. О том, что берешь кибердилдак производства и девелопмент лапс, туда таблеточку высыпаешь или заливаешь, ну, и вставляешь в прямую кишку, включаешь проводочки и удовольствие, и штырит лучше, и дешевле. Это вы уже изобрели тот круглый мопед из Сауст Парка. Нет, пока его не изобрели, это старый классический советский электрофорес. Что-то не ходил я на такой электрофорес. Ну, так это же электрофорес Бетарда. У меня был нормальный вот проводочки к телу электродики и старый советский аппарат, у которого было два режима. Ну, как два. Было режимов там много, но в основном было два. Нифига не щипет и ебашит так, что у тебя прям мышца прям все тело сокращается. Я обычно, я вот как далеко не любитель этого дела, можно сказать, профессионал, выбирал, конечно, тот, где ебашило от души. Нам пишут. Я знаю, как из тысячи сделал 36 миллионов. К сожалению, я вот вчера искал, кому перевезти деньги, но в конце концов слил на первый попавшийся аккаунт и наконец-то удалил свой аккаунт в Бинансе. Хэй, Мэн. Слушай, это ведь идея, порошки, которые впитываются через анус. Это не идея, это описано много где. тот же Тетюшкин говорил, что психоактивные препараты в Вадибыче из электрофореса это вообще топчик. А мог бы перевести, а мог бы конвертировать в Монеру и скинуть мне. Я бы аккаунт что-то закупил. Ну, блять, а где ты вчера ночью был? Ну, вот я не было. Ну, что же, если в этом там где? Мне пишут, ты мне не продал, потому что тебе лишь бы чего в жопу засунуть. Ну, да, почему бы и нет. Почему вам не нравится засовывать себе в жопу разные вещи? От этого проблемы со здоровьем. Кто сказал? Ну, хотя бы недержание. Кто сказал? Нет, конечно, порвать можно. Но это примерно то же самое, что сказать, что я не буду пользоваться ртом. Потому что можно случайно сожрать грецкий орех ртом и порезать весь рот. А там будет кровь, гроб-гроб кладбище. Я никогда не буду пользоваться ртом больше ни за что. Да вот знаешь, смотрю сколько у меня на зубах кариозных очагов. И вот думаю, что ртом пользоваться страшно, сложно, дорого. Хотя стоматолог мне сказал, что это маленький и их удалять как-то не имеет смысла. Пускай подрастет. У тебя... Типа эмаль портится и... Удалит он и... У тебя маленький... Пускай твой кариоз... Пускай твой кариоз растет большой при большой. Да, и слупим с тебя больше-больше денег. Ну так вот, давайте получим вопрос. Собственно, нахера из великого Бетарда делать сраного Нормиса? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Потому что общество состоит из Бетардов. Общество состоит из Нормисов. Еще раз. Нахуй общество. Вот у нас куча примеров в истории. Берешь себе подобных и идешь строить свой личный Тайвань, например. Или свою личную Венецию. Ну, понимаешь, мы живем после инстриальной Берии. Нам нужны все услуги, которые есть в городе. И только Венецина. Почему? Кто тебе эту глупость сказал? Также нам пишут запись. Скиньте фулл записи. Послушаю сначала. Не скинем. Мы вот такие. Зачем тебе все услуги? Допустим, ты сейчас находишься при рождении основания Венеции. Хоть тебе надо, животное? Да хуя мне надо? Я-то помню, причем в Венец Асос. Нужно было просто защитить от странных варваров, чтобы не грабили. И все. Ну и чем это отличается от Битарска? Тем, что во-первых, я тоже хочу грабить. Я хочу участвовать во всей этой вакханалии. Ну вот, посмотри на текущее государство. Вот ты ты даже, кстати, приближенный к этому. Ты юрист, в принципе, мог бы заниматься этим. Но почему-то тебя не взяли грабить. Не взяли. Кстати, я вот как раз не взяли-то. Официально, ну, в целом, причина, что типа уже взяли, неофициально, что проблема как раз из-за того, что мой батенька родился на территории другой страны. Я имею в виду, что мой батенька Арменин этнически и родился в Армении и имел граждан суда какого-то в 90-х какого-то года. Да, сложно быть Арменином в этой стране. Ну, anyway, вот, допустим, мы сейчас начали делать и вот уже проглядываются первые такие контуры нашей личной Венеции. Хуль тебе не хватает? Или ты все еще хочешь грабить? Если хочешь грабить... Ну, ладно. Так, где у нас тут камни? Ага, вот камень. Так, где у нас тут веревочки? Ага. Да, уважаемый Криеш приговаривается к утоплению. Трам-пам-пам-пам-трам-пам-пам-трам-пам-пам. Дайте нахуй свои Венеции, Я пошёл к Готам, который стоит под стенами Рима. Ну, во-первых, тебе понадобится машина времени для этого. Во-вторых, я предлагаю начинать именно с Венеции. Ну, во-первых, Венец-то и строилась, когда стояли-то Готы и сандалы под стенами Рима. Нет, по-моему, там у них разница где-то 300, не? Нет, как раз Венец основали даже, смотри, Готы, Граммитрим, 340 какой-то, падение Рима уже полностью окончательно, 400 какой-то год, 423 что ли, я в этом не уверен, я в чётких датах путаюсь. А где времени, чтобы человек получил имплант Нейролинк? А, нет, это 340-ое это принятие христианства, фу, блин, в 400-х годах. Ну, конец 4-го, начало 5-го века вся вот эта хуйня была. Чекни, пожалуйста, в плане Венеции. Слушай, Венец-то это 421-й, когда Аквилии-то разрушили, тогда и все беженцы из Аквилии, выжившие, бежали до болота Венеции. Ну, ладно, ладно, значит я всё опять перепутал. Нам пишут, что не надо ничего строить, Бэдлардс уже есть и называется Северная Корея. Кто сказал, что нам нужен именно Бэдлардск? Мы тут Венецию свою строим, понимаешь? Венецию, великий город, которому все потом будут завидовать. Так, в Википейне написано, что дата основания 25 марта 421 года. Окей, окей, по-моему, просто в моём где-то 700-й год. 700-й, это точнее ближе, наверное, к 800-м, это когда Визати стал независимым, де-факто. Погоди, погоди, но они же изначально строились с намерением всех послать нахуй. Нет, они как раз строились, чтобы послать всех нахуй варваров, которые припёрлись к тем, а сами себя считали римлянами. И там через сто лет пришли обратно римляне, в лице византийцев. А не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп, а когда у них там Медичи начали вексель изобретать? Так, смотри, Медичи вообще-то это 13-й век. Ты уже говорила, 13-й век. Да, 13-й, 14-й век. А строительство, ну, основание Венеции это 421-й. Там 800 лет, короче, разделяет их. Бля, ну, в общем, Бетарск придётся 800 лет строить. Бля, я не доживу, короче, ебитесь со своим Бетарском сами. Товарищи, ну, мы сейчас же земли под него не найдём. Это, вот, земли свободно нету, надо что-то в космосе уже делать, чтобы повторять. Если повторять историю, они ведь там занимали ничейные земли, а у нас-то такого нет. У нас есть ничейный космос. Нет, слушай, болото-то можно и в этой стране дойти, уйти в болото. Например, в Исюганске болото знаменитые. И там строить Бетарск. Это всё равно будут и твои болото. Я извиняюсь, товарищ Криэш прав. Они заняли не те места, куда никто не доберётся, а самые ненужные места, то есть там, где никто не хотел селиться. Поэтому им удалось. Они разработали свайную систему, то есть ни фундаментом, ни камнем, ни прочее. Они завивали сваи достаточно глубоко и на этих сваях строили свои жилища. То есть нам следует освоить тогда, либо наладить производство, либо освоить производство сваи. Либо из лиственничных пород дерева, либо же ЖБ. ЖБ значит железобетонные, армированные. Железобетонные, армированные. Есть сваи ТИСЭ, есть винтовые сваи. Видов сваи очень много, и в основном они выбираются из типа грунта. ЖБ, сваи, ЖБ. Ну, мы точно у него сваи хотим купить. Ширт. Да, да, да. Самые лучшие сваи у нашего жидобендеровца. Так, да, написали. А чем вы готы национали? Нормальные чуваки вроде, на клавишах тусуют. Ну, брачтовато немного. Ну, чего вы сразу-то? Ночек, я понял шутку, но я под душу не немного. Те готы, это как раз от слова родственной гет, гетте, вот это вот. Все. Гут. Ну, в зависимости от германских языков. Вот, Готлэнд. Вот это вот. Все это имеет один тот же корень. Вот, имеет в виду вот как раз вот это вот северянина, грубо говоря. Ну, это вообще-то не северянин. Это вроде переводится как, ой, господи, смолисты что ли. Ну, короче, одно из названий, вот, как эти, блин, вятчи, кривичи, вот, у нас, типа, образовывались вот так у них, у германцев. А готы, современные, которые до кладбища в тусят, они из другого, ну, от другого слова появились. Гот. Вот, ты тащишь Гота в себе в Бетарск, вот, захочешь помацать Готочку, только-только-только ты тащишь свою ручонку, протягиваешь к ее сисечке, а она кричит к тебе, ОТОЙДИ, КОНФОРМИСТ СРАНЫЙ! Ну, ты знаешь, Готочки, это нужно делать машину в 2007 год. Сейчас Готочек нету, тех самых. Сейчас всякие эти пезды, которые, вы пойми что. Ничего, не забудь про зал машинного обучения. Кстати, какие технологии будут применяться в зале машинного обучения? Ну, мы пока их не изобрели, не знаю. Но есть несколько романов на эту тему. Анонечки, напомните название. Суть следующая. Корабль с пиратами любил, занимались тем, что грабили разные планеты. Грабили целые народы, ну, в общем, набегали на планету, разоряли там все, что могли ценно спиздить, пиздили. Ну, и продавали. Короче, классические галактические пираты. И вот они наткнулись на одну планетку, а там ни хера нет, кроме одной большой-большой башни. Зашли в эту башню, а там шашки. Вроде как шашки динамита, но не взрываются. Варили, разлабывали, там какой-то порошок, что за хуйня, непонятно. Но в комплекте, к этому всему, нашли в этой же башне некую машину. Машина очень странная, очень сложная. Они попытались тоже разобрать машину, сразу же рассыпалась на кучу деталек, чтобы ее не реверсили. Вот пишут в анкере. И они поняли, что машина эта идеально подстраивается под любое живое существо. То есть, можно сесть, и оно аккуратненько размеры под человека подстроит. Также есть дырка под эту шашку. Ну, нашли какого-то товарища из экипажа, сунули шашку. Вот, вытащили шашку, там прошло две минуты, такой, а-а-а-а! Я там был два года! А-а-а-а! Я строил какие-то тоннели! А-а-а-а! Уроды все! И ему говорят, ну ты это, подожди, подожди, у тебя не было две минуты. А-а-а-а! Я там столько всего натерпелся! Так где он был? Что делал? Вот, выяснилось, что шашки эти переносят его в какой-то мирок. Ну и главные герои, главный пират решает сделать бизнес. Значит, надо спиздить все эти шашки, надо спиздить все эти машины и продавать как развлечений то, что как раз и нужно на индустриальных планетах. Вот клерк какой-то приходит вечером домой, вернее, идет домой, у него нет времени на отдых, а тут ширнулся такой шашкой два года отпуска. И вот все это дело решают спиздить и делать бизнес. Там пишут, пластиковые числи из подземного сооружения сплата, где механизмы позволили создавать материю мысли, не про пиратов. Нет, это другое. Вот, начали пиздить, выносить материалы, а тут и допланетяне, значит, прилетели. Ну и говорят, так, 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 нам это самое, поговорить надо. Вот, заводят в башню, там есть машина на две персоны. Ну и без тебя сейчас мы тут договорчик заключим. Вот. Вы вообще понимаете, чего тут нашли? Что это такое? Вот. Ему объясняют то, что это университет. Вот. И вообще мы тут любим наши знания распространять по всей Вселенной. Вот. Ваша цивилизация что, учиться хочет? Тут да, очень хорошо. Короче, мы вам предлагаем вот учебные материалы. в любом количестве, сколько хотите. Мужик не верит своему счастью. Говорит, да-да-да-да-да-да, мы еще потом пару раз на космолетах прилетим. Да-да-да, материалов много, вы не торопитесь. Вот. Ну, также вам придется сдавать экзамены. Для вашей цивилизации раз в 500 лет будет нормально. Мужик такой прикидывает, ну, к тому моменту я сдохну уже. Отлично. Ну, и вот так они заключили договорчик. Вот. Ну, мы также прикинем, что вашей цивилизации будет наиболее интересно. Вот. Там какие развлечения, вот все такое. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. И у нас еще есть курс, как, вводный курс, типа, путеводителя по всему этому. Его нужно пройти первым. Ну, и таким образом, ну, все, бизнес на мази. Никто не помнит название книжки. Вообще, было бы круто, если бы ты продолжил рассказывать. Ну, во-первых, рассказ очень длинный, очень красивый. Вот. Я могу лишь спойлернуть то, что бизнес резко закончился у них. Я это слышал, опять же, в МДС, по-моему. Да-да-да. Не помню, конечно, название. А я тоже не помню ни название. Я могу сказать, что, кажется, слушал я это где-то году. Это в, может, 2011-м. Ну, что, закончим? Автора хотя бы можно, пожалуйста? Нет, я сам не помню. А я никогда не слышал. Я бы с удовольствием послушал бы. Хочу узнать, что было дальше. В общем, они начали это дело разгружать, грабить, вот это дело. Вот. Начальнику кто-то подходит из экипажа, говорит, Сэр, сэр, мистер, сэр, тут бабками не пахнет, сэр. Главпират, чё? Какой сэр? Ты чё, ёбнулся, что ли? Вот. Как не пахнет? Тут мы уже, вот, бизнес на мази-то уже устроили весь. Нет, сэр. Денег здесь нет, сэр. В общем, в качестве первого ориентировочного курса им преподавали что-то вроде курса совести. Совести, честности, чести. Вот. И после этого они уже не могли делать на этом деньги. После этого вся команда решила бесплатно эти шашки передавать правительству, чтобы те занимались образованием. Вот. Весь экипаж пошёл на мороз за мятеж и за бунт, а доктор и главный пират отправились грабить дальше караваны. Новый пират. Так, где у нас ведущий эфира? Он вообще здесь? Да-да, я отходил кошечку покормить. У меня всё-таки есть животное, оно требует жрать, чтобы за ней ещё туалет убирали. Я тоже требую жрать. Я тоже хочу, чтобы за мной туалет убирали. Ну, слушай, у тебя же там есть фанат, который тебя хочет приютить, езжай к нему. Ну, этот фанат не приютить хочет, а скорее изнасиловать меня. Это я, как бетард, я же человек свободолюбивый, так что нет. Нет. А ты уверен в этом, что он хочет тебя изнасиловать? Ну, так он написал прямым текстом, то, что будет меня кормить своим сэмен и насиловать по три раза в день. Ну, как насиловать? Если против согласия, то это насилие. Если по согласию, то это, возможно, удовольствие. Кто знает? Я только что понял, что такое коричневый карлик. Это человек с маленьким хуем, обмазанный говном. А если у карлика большой хуй, но он тоже обмазан говном? Ну, это все еще коричневый карлик, но практически достаточно большой, чтобы стать красным карликом. Так, нам пишут. Спросил у Джиппеты. Кажется, вы описываете рассказ «Динамитные шашки». Динамит Чесс. Американского писателя Рея Брэдбери. Кстати, да, по стилю похоже действительно на Рея Брэдбери. Этот рассказ сходит в ее знаменитую коллекцию «Марсианские хроники». Ее, кстати, мы тоже кушали активно. В «Динамитных шашках» группа грабителей планирует ограбление и назначает препятствия в виде волшебных шахмат, которые заставляют их переосмыслить свои планы из-за курсов совестливости. Ну, по описанию, да. Только вот название «Динамитные шашки» я, честно говоря, вряд ли бы их видел. Ну, возможно, какой-нибудь и другой перевод был название. А так, по стилю действительно это Рея Брэдбери. Так, ладно, давай вернемся к тому, что чего нам не хватает в Битарске от благ города? Интернеты! Ну, как ты можешь понимать, при строительстве Венеции никаких интернетов не было, ничего. Люди справлялись, не переживали. Тогда там было норм, что сообщение доставляется мужиком на лошади от города к городу. А сейчас... Вот ты и решил, мы будем доставлять от города к городу мужиком на лошади жесткие диски. Здравствуйте, какие сообщения, как я себе пиццу Флорентину буду заказывать без интернатов? Ну, берешь жесткий диск, записываешь. Хочу пиццу Флорентину, большую, две штуки. И зовешь мужика с лошадью. Мужик с лошадью берет твой жесткий диск и тащит в пиццерию. Там подключают жесткий диск, смотрят, ага, вот оно. Ну, как-то так. Это что, с дивана вставать надо, получается? Не уверен, но... Слушай, поскольку Битарск будет в высокой интеграции, я думаю, можно просто проирать... Эй, уроды, бля! Пиццу! Пиццу с Флорентину сюда! И чуть сердце не остановилось, блядь. И дивана тоже не будет. Будет солома. Нет, это уже какой-то дебетарцко-цветарник. Нет, я думаю, поначалу будет подстилка из мха. Вот видишь, уже ты больше привел причин оставаться в городе среди нормисов для какого-нибудь из нежного анончика. Не-не-не-не-не-не-не-не. Среди нормисов жить тоже не сладко. Например, города совершенно не приспособлены для такой вещи, как эпидемии. Собственно, вспомни, когда города, уже только начинающие появляться, аккуратненько вымирали из-за чумы, из-за холеры и прочих интересных развлечений. Ну, тогда города-то, когда вымирали, то приходило население, когда снова размножится и заселяет снова город. Может, через поколение, может, через два, может, никуя. На Брежнем Востоке доходят, кстати, мест, где раньше стояли города, а сейчас артеологи благодарят богу, что люди туда не вернулись и не построили свои поселения. Передайте камерамену с манера кошельком, чтобы провел санацию в фиссур с очагами кариесной гнили. Иначе образуются обратные воронки. Конусы с кариесом, вулканы, мины в зубах. Иначе кариес добродит до нерва, и ты будешь способен ощутить бой. Ай, будет, ай, болит. И если тебе зарядят смету за каждый пук, за депульпацию каждого отдельного канала, ну, ты понял. Ну, мне депульпация канала стоила 4 рублей 800. У меня 4-х канальный зуб, соответственно, вот как-то так. Так, все вместе, депульпация, нервы, чистка каналов и прочее, прочее, мне вышло где-то в районе десятки. А давно это было у тебя, или как? Это было где-то 21-й, что ли, год. Или 22-й. Ну, я вот в прошлом году делал, мне тоже вышло в районе десятки. Вот у вас в ваших в ухо стране десятка, а мне в ДС засчитали 20 с хуя, когда он меня пошел. А это я тебе скажу так. Местные стоматологии, которые считают себя «хочу быть маской», даже предоставляют такую, не смейся, пожалуйста, услугу. Тур-поездка за зубами, а не тебе, в моих ебенях, даже квартирку обещают снять. Вот, ты приезжаешь, лечишь зубки у них и уезжаешь нахуй. Ошибаешься, я тоже в ДСах, как бы, и ты понял. Но потом выяснилось, что рядом была еще более нормальная стоматология, более адекватная. Ну, короче, мне больше понравилось. Ну, смотри, у меня когда удалили восьмерку, у меня нажились корни семерки, потому что восьмерка бедоратина неправильно выросла, это левая нижняя восьмерка, если что. Я думал, что у меня пульпит, я рассказывал, что, как вот это, мучился. Я звонил, даже собирался ехать обратно в Подмосковье, если вдруг дешевле, кажется. Но, на самом деле, цены одинаковые, 20 с хуем. Ну, плюс-минус несколько тысяч. Так это Подмосковье. И Москва, и Москва тоже. Где баба-знахарка тебе вот будет это дело руками рвать, ну, и ниточкой. Ой. Вот, кстати, возвращаемся вот про мухасанские стоматологии. Я перед переездом ходил делать зубы. Короче, пломба тысяча рублей, грубо говоря. Самый лучший, самый качественный врач в моей мухасрани. Через пару лет прихожу, ну, поезд деньги, нашел работу, закончил с корона, пришел на прием к стоматологу. Сделал 3D-МРТ. Она смотрит и плюется, говорит, где тебе, голубчик, делали эти пломбы? В муниципальной поликлинике? Говорит, нет, в частной. Я тут к вам понаехал из-за мухасранска вот такой-то вот области. Говорит, да, лечить у вас не умеет. А что именно? Поставил пломбу, пломбом, возможно, кариес. Ну, она не выпадала. Ну, а под пломбой, блядь, развился кариес. И так в каждой, блядь, пломбе. У предыдущего врача, у которого я стоял, ну, точнее, я к нему ходил часто. У меня к нему только бабка ходит. Потому что она к нему привыкла уже несколько лет. Хотя он хуёво лечит матери несколько лет. Короче, ребята, я понял. Давайте в Бетарске я вам всем буду лечить зубы. У меня дремель уже есть. Удём их удаление, извините, пожалуйста. Ну, не только удаление, но ты сможешь мне поставить керамическую коронку? Проблема, где взять эту керамическую коронку? В принципе, можно её вырастить на фотополимернике. Запечь в печке. Вот у обсидиана есть такая. Но насчёт точности не гарантирую. Ну, если будет, почему бы я тебе и не посажу? Так вот, я был у врача. Вот как раз на семёрку, оказывается, нужно ставить коронку. Потому что пломбу там не получится поставить. Короче, пизда, конечно, не как у девочки. Ну, вот мне семёрку просто решили корни удалить. Фактически зуб мёртв. Уже разваливается. И то, что там осталось от семёрки, это куски фотополимера. Фотополимер оказался гораздо крепче эмали. Скоро то, что осталось, то, что держит фотополимер, отвалится. И зубу окончательно пизда. Вот. Там периодически что-то подгнивает. Одно шатается. Но поскольку дермы удалены, я ничего не чувствую. Вот ты сейчас описал, что у моей мамки. Я не помню, какой это зуб, то ли шестёрка, то ли семёрка. Ну, да хуй с этим. У меня как раз семёрка-то до пульпита не дошло. Но там два кариеса. Один под пломбой, с одной стороны. А с другой стороны, где была восьмёрка. И он рос так, что он на семёрку нализал. Вот ближе, вот сейчас вот с дистанцией Рафаиловича брать не может подобраться. То есть, там нужно и башиться, и ставить коронку. У меня есть отличный 800-ваттный станок. Могу с любой стороны. Также у меня есть набор фрез по металлу. Короче, знаешь, сколько вот этого керамическая коронка мне обойдётся? На семёрку. Сколько? 25 тысяч. Ну, смотри. Значит, печку можно купить так тысяч за 15. Фотополимерник у меня есть. Станок есть. А, рентгена у меня нет. Рентген-то ещё 1070. Ну, и так, в принципе, всё для DIY и стоматологии практически готово. Вот. А теперь сможешь ты мне поставить вообще зуб? Ну, я имею в виду... Ну, почему нет? Почему нет? Ну, что тебе для этого нужно? Демель, фотополимер, ну и, собственно, всё. Энтузиазм или вдохновение. Да, много энтузиазм. Кстати, 25 это... 25. Из-за установки, из-за всё такое. 25. Да, да, да. Всё, всё. Ну, это что-то очень дёшево. Ну, даже... Вот нам подсказывает вот то, что ему вот это... Вот 4000 гривен, один зуб был помбирован, была точка кариеса, десятка миллиметра, едва видимая, когда ещё тел больно, пух, лимфоузел и так далее. Но это в платный. В бесплатный не ходил. Я бы сказал, даже очень дёшево для Киева. Ну, смотри, 25 это, ну, за всё, это работа врача, за изготовление, там нужно ещё слепок делать. Вот. И... Никакого слепка сделаю по рентгену. А вот как раз, ну, мне врач сказал, что будет слепок. Ну, вот, считаю, вот... Вот лох, чмо! У меня в Битарске технологии попродвинуть ей будут. Ну, я вот про занудочек попистяю. Вот, короче, за все работы и за всю вот эту хуйню 25. Это интересно. Это очень дёшево. Я думал, полтос не меньше. О, я тебе сейчас расскажу, сколько мне будет... Секунду, секунду. У меня такой вопрос есть. А зубы из серебра делают? Да. Коронки делают. Не, просто я мог бы из дорогого-то, а килограмм серебра что-то в районе штуки баксов стоит всего лишь. То есть, можно себе позволить хоть чуть-чуть челюсть отлить из серебра. Поскольку серебро, насколько я помню, всё-таки окисляется, вот меня вот смутил вопрос, то, что, а можно ли это делать? Ну, только, извините, пожалуйста, только в азотной кислоте оно окисляется, и из чистого серебра оно, ну, слишком мягкое. То есть, его нужно лигировать всё-таки, наверное, с никелем или с палладием. Тогда будет, да, конечно, прочность хорошая у зубов. Ну, с никелем это легко. Вот где взять палладий? Ну, опять-таки, ценник на палладий. Он дороже золота. Это я знаю. Вот. А с никелем это, блядь, слегка делается в домашних условиях. Да? Да делайте пломбы из ртути, чё вы так не ехали? Ну, в общем-то, ты, ну, пошутил? Ты пошутил, да? Да. Ну, вот и пошутил. Да. Ну, вроде, раньше изготовляли из-за ртути. Или из чё-то такого. Именно, именно что? Так, чё нам напишут? Что мы чё-то болтаем, а чё-то не читаем. Так, палладий сейчас подешевел. Зубы надо делать из невадимых магнитов. Я вот не знаю, чё. Не один и у их. Ладно. Где их собирать? Шурпа рвёт, его плодотворять. Пади этим, Шурикова будет и зубы чинить. Нет, Шурпёрт у него высокий момент, но низкие скорости. Здесь же нужны именно высокие скорости. Не удаляй зубы дремелем, хуйня. Надо болгаркой. Лучше болгаркой для труднодоступных мест. Ну, если у тебя ротовая полость позволит лезть такими инструментами, почему бы и нет? Мне напомнил этот кулсторий с травматологией. Один из знаменитых детских врачей по ту сторону Урала. Он как раз рассказывал, что вот это они всё сами делали. И все вот эти хуйню для травматологии, чтобы... Или аппарата ИЛ, как там называется. Короче, всё они делали, просто шли в строймагазин, покупали и с помощью этих всех стройматериалов изготовляли на месте. Ультимативный Бетардск. Так. Пошла цыганчина из Вольфрама от Литии. Ну, он дороговатый, мне что-то кажется. Вольфрам? Не, Вольфрама как раз нет. Но я не видел его биосовместимости. А было бы неплохо бы из Титана от Литии. Но вот Титан Литии в домашних условиях, это сложновато, сложновато. Медь или золото на порядке проще. Так, под Москвой. Кринжомой ещё больше пиздец, чем ДС. Ну, цены, я ночь сразу говорю, одинаковые. Разница от клиники плюс минута тысяча. Это вот я однажды тоже зуб мудрости пошёл удалять какую-то, ну, такую топовую клинику. Ушёл, мне зарядили, ну, сколько там, на рубли, пять рублей, короче, зарядили. Он говорит, ну, всё, там это всё очень сложно, в общем, анестетики и всё такое. И я мучился, мучился. И тут товарищу рассказал, говорю, блин, ну, не могу уже мучаюсь с этим, в зубом мудрости с ним надо шатать. Он говорит, ну, у меня есть женщина, ну, она, говорит, такая советская, как бы, это... Самое главное, говорит, это ты, ну, когда с ним встретишься, сильно не удивляйся, вот. И я пошёл к ней, она посмотрела, говорит, да, всё, конечно, сейчас сделаем. Надавила, поднажала, взорвала мне этот зуб в полости моего рта, по возможности выдрала оттуда какие-то корни, которые там были, ну, так. С самой целой стороны мне его показала, говорит, видишь, вот смотри. Но попутно рассказывала мне вот о том, что рептилоиды захватывают нашу планету. И, в общем, ну, я как будто удалявший зуб мне, я слушал ещё РНТВ. Было интересно, и заплатила, кстати, всего 500 рублей. Наш человек. Таких врачей в Бетарск надо побольше. Так, как мне удаляли зуб мудрости? Вот эту ебучую восьмёрку. Что делали? Во-первых, начали сверлить зуб. Ну, сначала укололи обезболивающим местным. Укололи хорошо, я щеку до следующего утра не чувствовал. Моё почтение. Разверлили зуб и начали дёргать. Постепенно он начал раскрашиваться и в итоге по кускам мне его вытаскивали. Так как у меня корни большие, то врач замучился вытаскивать из меня. Вот. Это был живым зубом он мучился. Вот смотрите, врач из него вытаскивал. Да. А потом брал нитку, иголку и зашивал. Ну, вот, кстати, есть тезис, то, что вот такие вот мучения в основном только вражки. В Швятой Америке корни тебе будут дёргать с помощью ультразвука, что абсолютно безболезненно. С квадрокоптера. Ну, с квадрокоптера не уверен, но вот именно идея ультразвукового удаления мне очень понравилась. Надо писать, до следующего утра не чувствовал. Капец, прям в нерв, что ли, попали? Может быть, он мне три укола вроде сделал. Один в этот, в этот, между верхней и нижней челюстью, ту точку, и два в этот верхнюю и нижнюю челюсть сделал. Странно, странно, верхнюю и нижнюю, это очень странно. Ну, в любом случае, мне тоже, когда кололи, меня тоже обкололи, говорят, а тебе это, в жопу обезболивающего откнуть? Да мне не надо, мне заебись! Я тут хэймен, аллилуйя! А где-то часов в десять, в девять вечера такая, Ай, блядь! Во-во-во-во-во-во-во. У меня только как раз... И боль от удаления как раз пришла где-то с лагом, где-то через два дня. Вот как раз я вот ночью с отрядами на четверг вообще пиздец금 мучился. Вот нам подсказывают рассказы про рептилоидов за место анестезии, потому и вышло всего 500 рублей. А мне ничего не зашивали, когда рвали зуб Анончик, ну вот не зашивает Как раз совковое А вот зашивать это вот Новомодное, муриканское, европейское На самом деле женщина, она прям вселяла В меня доверенность Доверие такое Прям у нее такие мощные, сильные руки Она так, дыши Дыши, ну-ка кулак приложи Приложи кулак, приложи кулак Вот так вот, прям моей рукой Приложи кулак Давай-давай глубже так Расправляй кулак О-о-о, хорошо То есть прям, я ей доверился Прошло уже достаточно много лет Десять лет уже прошло До сих пор никаких осложнений Или еще чего-то Ну, когда вспышки на солнце Или геомагнитуре Я, конечно, чувствую этот зуб Который уже удален Но я думаю, это не ее вина Это репилоиды тебя получают Зайбали своими зубами У меня аж геморрой занял От этой хуйны Аналогично, два чую Кстати, давайте еще поговорим Как будем резать у анончиков Геморрой битарски Опять-таки возвращаемся К Швятой Америке Недавно вышел Требительский ножик ультразвуковой И, в принципе, можно Обычным кухонным ножиком Вот этим ультразвуковым резать Если что, ультразвуковые ножи Известны уже не первые десяток лет Но вот на потребительском рынке Вроде бы это только первый ножик такой Так, нам написали Зачем мучился? Выпал бы парацетамола Фантомные зубы Товарища шкафа Фантомные зубы Фантомные зубы Ну, это интересно Вот, так же нам подсказывает Что золото сейчас стоит 5815 рублей А палладий 2725 рублей Кстати, да, извините Я перепутал Не дороже золота, а дороже платины Да, я вот хотел об этом сказать Извините Платина 2600 рублей Так же мне написали Ну, это уже про меня Что Ну, точнее, Анончик Рассказывает Как и музыку Толили Что без зашивания Зашил и зажило нормально Ну, Анончик Зашивание Он заживает быстрее И качественнее Там, кстати... Кстати, кто из вас умеет шить? Блядь, я не умею шить Вот мой дед умел Он даже на машинке Этой Ткацкой умел работать Нет, нет, нет Имеется в виду Шить мясо Мы просто смотрели Нашего любимого Веселого молочника Который вот В Кошагаче И вот у него Как раз Дочка, по-моему Или... Да, по-моему, дочка Падает с лошади Ну и что? Вот упала у тебя Дочка с лошади И что делать? Вот Берешь дочку Зашиваешь И все нормально И вот он говорил Что вот шить Научиться Это вот Маст хэв Ну Не знаю Умел ли он По коже Мясо сшить Но Сшивать там Вот этих вот Это типа Знать Такая хуйня Как зашивать Типа поросенка Или индюшку Ну Вот это вот Он умел А вот по живому Шить не знаю Не, ну я В принципе знаю Примерно Как делать стежки Вот Потому что Я насмотрелся На это безобразие Вот Но сам я Ничего не шил Тем более Там нитки Немножечко Специальные И Там есть Разница Как именно Ты кладешь Стежок Нитки там Сделаны Слегка ребристыми Чтобы они Когда ты их Затягиваешь Чтобы они Оставались Вот В затянутом Положении Нас спрашивают О чем Ваш эфир Начинали Я Начал В стиле Сережи Что хочу стать Человеком Потом Пришел Мамбл И Вылез Внезапно Товарищ И Мы начали обсуждать Почему Не надо Бетарду Становиться Нормисом Слэш Белым Человеком Как Сраному Нормису Стать Бетардом Может быть Традиции Ну Многие Говорят То что Это Вся Наша Культура Оно К рождению Отношения Не имеет Это все Наносное То есть Все наши Ценности Все наши Вкусы Взгляды Увлечения Все Это Исключительно Наносное Ну Вот Смотри Я Пропоминаю Где я Повернул Не туда Я Выделяю Два Фактора Во-первых Я не знаю Я почему-то В детстве Очень сильно Был ранен Из-за этого Меня Детском саду И в младших Классах Травили А потом В средний Я перешел Начал Пиздить Ну Меня Конечно Пиздили В ответ Ну За то Что Я пишу За то Что они Меня довели До слез Вот Ну Потом Все Я это Прирос А второе Это воспитание Токсичное Воспитание С Женщинным Тираном В семье Если что Это Я Свои бабки Я тебе В дурку Сдам Ну Давай Думаешь Дурки Не скажут О Молодой Человек Да Вы же Нормальный Чего вы К нам Пришли Nothing wrong With me Nothing wrong With me Человеку Конечно Это топовое Слово Я теперь Его буду Использовать Спасибо За Такое Словечко Но я думаю Что да Это Это все Таки От Того Что мы Просто Веселые Не Согласен Мы Бодры Веселые Мы Бодры Веселые В дурки За нормальных От государства Получают Деньги Имелось ввиду А я Обещал Говорил Давайте ПНГ Создадим Начни ПНИ Мы Тебе Сказали Создавай А что Это Такое Извини Пожалуйста Чтобы Не попасть В дурку Надо Сказать Три Волшебных Слова У Меня Нет ОМС ПНИ Психоневрологический Интернат Это Такое Место Которое Предназначено Для содержания Шизиков И мы будем Из них Воспроить Новую Расу Бетардов И они Будут Исключительно Заточены Под Идеи Бетардов Ну Ты понимаешь Чтобы Вырастить Бетарда Нужно Потратить К минимум Лет 14 Чтобы Он До Пубертата И смог Размножаться А если Полноценный То Цыганский Детский Сад Нет Нужно Выращивать Своих Собственных Ты откуда Знаешь Какие там Из какой Семьи Взяли Детей Эти ваши Цыгане Там Не Я имею ввиду Саму Цехнологию Цыганского Детского Сада А то Что можно Взять Еще готовых Но это Вообще Лафа Так Готовых Лучше Тогда брать Годовалых Которых Еще не Сформировался Нет Я не понял Берем 16 А то Лучше 18 Детей Одного Года Двух Лет Трех Четырех Пяти Шести Семи Восьми Девяти Десяти И так До 18 Лет Вот И Выстраиваем Четкую Систему Воспитания Главное Использовать Таблицы А еще Диаграммы Да Извините Пожалуйста А еще Можно Завести 15 Тянок Маток И Оплодотворять Их В рандомном Порядке Чтобы Генетический Код Совершенствовался Это отдельный Пул То есть Пул Маток Отдельно Воспитание Отдельно Вот А также Я уже Предлагал Беременность От шуруповерта Когда Кончу Мы Смешиваем Шуруповертом И Уже Разливаем Что получилось В тяночек Так Нам написали Согласен То что маму Когда бил Или в школе Это все Самоправдание Все ходили В школе У всех Летовые мамки Но не все Стали анонами Анончик Ты просто Не жил С токсичными Родителями В моей Сочи Я жил Ну В моем воспитании Он занимался Бабка Вот И Пиздец Токсичность Пиздец Через край Внучок Не ходи Туда Тебя Отпи Тебя Украдут Цыгане Внучок Не разговаривай С чужими Людьми А то вдруг Тебя заманят И украдут Внучок Внучок А потом Внучок А ты что с другими Детьми не играешь Вот Все Все Наши проблемы Закладываются В детстве Поколение 90 Все Все Жил Токсичными Родителями Кстати Да В этом Есть Прям Некая Истина Что Действительно Закладывается Родителями А вот Возвращаясь К беременности Сухоповерта У меня был Такой случай Мне товарищ Рассказывал Что-то Ну он говорит Вот я что-то Сделал И на меня Мать орет Говорит Вот ты такой Такой И отец Выходит Из кухни Говорит Да что ты На него орешь По пьяни Сделанный Я вот думаю Блин Вот Можно было бы Применить Да что ты На него орешь Этот шур Просто Зачат Не ну понимаешь Попьем Это понятно Кто Отец По журапию Оберту Нужно делать ДНК-тест А то у нас Будет Как в этом И смотрели Вот это Экспансия Сериал Там уже У главного героя Было Шесть родителей Максимально Одобряю Я правда Не помню Там у кого Было Шесть родителей Но максимально Максимально Одобряю Ну У главного героя Шесть родителей И Там вроде Ну Три пары У них была ферма Они вот На ферме Вот Одна из Трех Тенучек Ну Три отца Три матери Я Насколько Помню Вот Одна из них Вынашивала Главного героя Я просто Помню Там была даже Сцена Про то Как Скажите Что Индуска Сам Пред Это Это Генсека ООН Вот Как раз Общалась С Мамашей Главного героя Ну Это был Первый сезон Если что И да Я посмотрел Я уже На втором сезоне Оставились Да Нонечки Говорят Что мы Остановились Где-то Наверное На втором Но Я посмотрел Все И Блядь Мы Наверное Сезона Четыре Съели Не меньше Ой Я хочу сказать Что начал Скатываться Сериал Когда он Перешел К Амазону Вот На втором Сезоне Ну Вот Грубо говоря Закончился Сюжет Первого Заканчивает И Мы досмотрели Где Врата Подняли Это Второй Сезон Конец Второго Сезона Где Врата Открылись Для Во все Остальные Системы Ну Значит Мы Три Сезона Сожрали Ну Не Третий Сезон Это Вот Как раз Было Их Отправили Разбираться С колонией Незаконной Нет Нет Там Они Отправились Куда-то Там На них Черви Сверху Насрали Они Зрение Потеряли А это Уже Третий Ну Вот Это Все Смотрели Смотри Он Под Сезон Заканчив С тем Что Шезанутые Эти Обитатели Астероидов Начали Ебашить По земляшке Этими Метеоритами И Все Остальные Это Как раз Последствия Этой Хуйни Короче Чем вам не нравится Беременность От шуруповерта Я не понимаю Беременность По пьяни Не одобряю Действительно Что с него Взять По пьяни Делали Кстати Данная Вещь Характеризует Плохо Не ребенка А родителей Вот А чем вам не нравится Беременность От шуруповерта Идеально же Ну Понимаешь Я Ну Относительно Ну Я еще раз повторяю Мне Очень сильно Досрал Голову Батя Из-за чего Я Недонармис И Недобитур Я вот Нахожусь На Середине Так вот По моему мнению Нету Причастности Что это Твой Сына Корзина Ладно По пьяни То ты Виноват А Воспитываете Чужую Личинку Как-то Не очень Отец Не тот Кто Зачал Отец Тот Кто Воспитал Во 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 Мне до сих пор Батя Вот это Гадит Что На это Говно Не ведись И Тебе Нужна Тянучка Размножайся Иначе Будешь После 30 Разведенных С прицепом Воспитывать И ее Прицеп Там же Не угадаешь Да нет В клиниках Вполне Сели Могут И Родословную Во всяких Предоставлять И Сам В конце концов Можешь Узнать Что да как Ну Знаешь Если Брать Эту Страну То 90% Детей Которые Находятся В детдомах Это Как раз Дети Алкашей Даже Потом Ну Я Ну Если К сожалению Да Вот Но Я имел Ввиду В общем А не Именно Из Детдом Зачем Брать Детей Из Детдом Когда У тебя Есть Разведенки С Прицепом Вот Действительно Тысяча А Кстати Вот Если Хотите Поговорить Про Разведенки Прицепом И Воспитание Чужих Детей У меня Есть Кулстори Которую Нам Рассказывал Один Препод Секунду Как Могут Быть Дети Чужими Вот У нас Бетарск Вот Я считаю Что у нас Все должно Быть Общим И Тяночки Общие И Дети Общие Это Не Мой Ребенок Или Вот Этот Чужой Ребенок Это Наши Дети Ну Так Вот Возвращаясь Кулстори Суть Такова Ну Муж Зарабатывает Допустим На Насек Я Не Помню Но Он Зарабатывает Нормально Допустим На Насек Живет В Засратове Так Он В В Возраст Возраст Переболел Свинкой Он Стерильный Нашел Себе Тянучку С прицепами Вот Там два Прицепа Мальчика Девочка Насколько Я помню Вот Женился Детям Считает Их Своими Ну И воспитывает Полностью Тянучка Не работала Высасывала Деньги До Деньги Ездила В Таиланд Где Ебалась С С Месами Альфачами И Выкладывал Все в Инстаграм Муж Терпел Терпел Потом Решил Все таки Развестись И Развод Стоял Тем Что С кем Оставить Детей С ним Он Даже Считался Опекуном Но Не Не Установил И Или С матерью И Короче Ну Если вы знаете Российское Правосудие Что Детей Оставляют С матерью В этот раз Суд Послал Нахуй Мамашу Потому что Он Привел Доказатель Что Мамаша Шлюха Негативно Влияет Бабло Тратило На Таиланд И Мужиков Вот Вы Скатывайте Сережу Анончик Я Сам Вначале Вот Этого Эфира Сказал Что Это Косплей Сережи Вот Тебе Тебе Не Нужна Тянучка Тебе Есть Кошка Ну Кошка Есть Но Кошку Это Не Сможешь Размножаться Тебе Принципиально Нужно Размножаться Ну Как бы Я не Прочь Размножаться Ну Конечно Я Последние Годы Считаю Что В этой Стране Размножаться Нельзя Иначе Ты Подписываешь Своих Детей На Смерть Ну Это Я Тебе Скажу Так Давай Будем Мыслить Философски Ты Когда Рождаешь Детей Или Ну Зачинаешь Их Они Так Или Иначе Обречены На Смерть То есть Это Как Ну Что Страна Какая Политическая Опять Тема Непонятно Тут Вопрос Стоит Следующим Ты Хочешь Это Делать С удовольствием Или Просто Хочешь Размножаться Если Ты Хочешь Просто Размножаться Присутствуют Банки Спермы И Даже Можно В Криокамере Отправить В Ту Самую Любимую Тобой Какую Нибудь Страну Или Там Регион Где Ты Считаешь Что Будет Круто Размножаться Но Ежели Ты Просто Хочешь Размножаться С удовольствием То Тут Без тянучки Не обойтись К сожалению Можно Взять Маргинальную То есть Тебе Придется Заработать Несколько Денег Покатать Ее Там Сводить Ее В рестораны Показать И Красивую Жизнь Заделать Ребенка 9 месяцев Позаботиться О том Чтобы Твое Потомство Все Таки Обрело Жизнь И Как бы Ну Дальше Уже Смотри Сам То есть Если Ты Маргинал То В принципе Можешь Ливать Если Конкретно У тебя Проявятся Какие-то Интересы И чувства Для того Чтобы Именно Идеологию Внести Для своего Ребенка И дать Ему Какие-то Основные Навыки Потому что Тянучка Вряд ли Будет Соответствовать Твоему Интеллекту Она Будет Красива Как Мы Уже Говорили Что Она Будет Генетически Хороша Но Интеллектуально Будешь Хорош Ты И Поэтому В принципе Тебе Нужно Будет Пройти Судебную Тяжгу Со своей Тянучкой Ну Я думаю Что Сейчас Если Уже Сейчас Оставляют Сотцом Детей То Примерно К тому Моменту Ты Уже Будешь Иметь Большие Шансы Так Как Ты Интеллектуален А у Ни Довыдов Не Будет Поэтому В принципе Вот Либо Банк Спермы Криокамера Какая-то Либо Вперед Денежки Зарабатывать Товарищ Вот Ключевое Слово Зарабатывай Денежки Товарищ Кстати Нам Написали Замечательное Сообщение Приходишь Банк Спермы Говоришь Хочу Размножаться Дайте Сперму Ты Бужик Не А теперь Вернемся К твоему Тейку Проблема Размножения В этой Стране В том Что Ты не знаешь Что будет Нет Уверенности В завтрашнем дне У кого-то Есть А у кого-то Нет Вот у меня Нет Я вот Просто Прекрасно Понимаю Что Я Не доживу До 65 Который Мне Говорит Растат И к этому Моменту Пенсии Не будет Никакой Даже То что Я заработаю Все Сожрет Инфляция Ты что Разве Не уверен Что завтра Будет Дно Ты думаешь Будет Лучше Чем Дно Ты не Уверен В завтрашнем Дне Я не хочу Чтобы дети Мои Об этом Тем же Вот этим Все это Видели Я хочу Чтобы у них Была Стабильность Чтобы они Видели Что у них Будет Не дно Что они Проживут Нормальную Жизнь Что они Смогут Стоять Своё Собственно Потом Что они Старости Проживут Достойно Аминь Товарищ А вот еще Есть Такой Некий Социальный Эксперимент Если провести С любым Опрашиваемым Преамбулу О Астрофизике То Примерно Все Абсолютно Население Земли Будет Склонно К тому Что оно Не уверено Что будет Завтра То есть Ну Если Оно Понимает Некие Принципы Астрофизики Я понял Ты ведешь К тому Что не Бахнет Солнце Не Откроется Черная Дыра И прочих Хуйня Да Я понимаю Но Эта хуйня Шанс Случиться Очень Минимально А то Что Мне Я пойду Найду Какую-нибудь Тяночку Подворотник Как Наш Обсидиан Вы С фарвата Превотива Манадми Через День Месяцев Даст Приплод И Вот Думать Как мне Его выращивать В этой стране Где С каждым Годом Все Ресурсы Все Меньше И меньше Я даже С чего Начал С таблетки Потому что Мне Таблеток Уже Проблема Сановится С каждым Годом А что Будет С ребенком Если Нет 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 Смотри Вот Эта Хуйня Вот Собираем Мальчику Ване Сей страной На первом Анале 8800 Дайте Возможность Жить Это Говорит О том Что Все Так Есть Средства Технологии Чтобы Он Мог Жить Но Нет В этой Конкретной Стране Нет Ресурсов И Из-за Чего Вот Эта Хуйня Происходит Да Возможно Ребенок Вот Если Неизлечимо Современными Технологиями Не вылечишь Нигде Да Это Пизда Но Есть Вот Те Варианты Когда Его Можно Вылечить И Лечиться Вот Даже Даже Вот Этих Детишек Вспомним В Теродактиле Тоже Один Из Екатеринбурга Собирал Деньги И возил Швейцарию На уколы Блин Вообще Детей Вот В подобных Разговорах Трогать Это Как-то Вообще Я не знаю Извини меня Но У меня Не срастается Политика Страна И дети У меня Это просто Не срастается Да Как Не срастается У нас Ведь все Делается Ради Детей Ты Не знал Об этом Да Эта Страна Создана Для Того Чтобы Женщины Владствовали Над Мужиками И Приносили Государству Детей У нас Считайте Амазонка Капитализм Амазонка Не Амазонка Даже А Биопанк Недобиопанк Мужина Это Расходный Ресурс Его Задача Найти Тянку Вложить Трахнуть Ее И чтобы Тянка Дала Приплод И Сдохнуть То есть Как Богомол Или Паук Или Какое-нибудь Другое Насекомое Черная Вдова Каракурт Говорят У меня Вот Кстати Извините Пожалуйста Может быть Я вас Перебью У меня Товарищ Есть Он Такой Весьма Умный Интересный Он Старше Меня На 10 Лет Ну То есть Уже Старик Совсем И он В какой-то Момент Ну У него Тем не менее У него Четверо Детей От Разных Девушек И он Все Сугубо И Уверенно Говорит О том Что Женщины Это Черные Вдовы То есть Он Хоть и говорит Что они Черные Вдовы Только Спарились Откусили Голову Он Сам Только Спарился Сразу На Лыжню И Все Правильно Делает Потому Что Знает Что В этой Стране Действительно Спарился На Лыжню Иначе Сожрут Он Живет Не в этой Стране Он Живет В Америке Ну Америка Догоняет Эту Страну По Вот Этому Био Вагин Маразм Согласен В США Очень Большие Блемы Вот С тем Что творится В семьях Если так Можно сказать Поэтому Ставить США Ну Такое Себе Вот А так Любые Законы Которые Особенно В этой Стране Именно Как раз На это И направлен То Что Сделал Потомство Бежать Да Ну Не знаю Я Не хотел Бо Спорить Как бы Ваша Точка Зрения Тоже Понятно И С другой Стороны Посмотреть На это Ну Надо же Как-то Объективно Все Таким Как-то Объективно Я думаю Что Все же Делает Нас Так Я смотрю Со своим Объективным Взглядом Мой Взгляд Объект Что Посадить Я Не хватает Женской Стороны Мнения Вот Анончик Ты Не Представляешь Вот У меня Батя Капает Мне На Мозги Чтобы Я Размножался Но Я Конечно Молчу Потому Что В некотором Виде Что И Зовет Мой Спонсор И Я Немножко Завижу От Его Но Мамки Ну Она Тоже Мой Спонсор Она Более Открыт Я говорю Я Не Потому Что Нужно Себя Поставить На Ноги А Потому Что Не Знаешь Что Завтра Произойдет Вдруг Вручат Мобильник И Отправят Удобрять Землю Чернозема Не Ну События Которые Ты Прогнозируешь Это Действительно Это Вот Черный Лебедь Мы Не можем Об Этому Знать Я Например Смотрю В другой Перспективе Вот Опять Так Мне Например Что Нужно Мне Нужны Таблетки С Таблетками Каждый Год Все Хуже И Хуже Таблетки Дорожают И Просто Исчезают Например Тот же Дим Димыч Я его Аккуратненько Жрал А сейчас Говорит Его Уже Год Как Не Привозили Нет Все Вот Поэтому Мне Здесь Сложно У Мне Проблемы С Питанием У Мне Проблемы С Медициной Это Мои Проблемы Мои Вот А прежде чем Заниматься Личинкой Хотелось бы Все свои Проблемы Решить И Все свое Время Отдавать Личинке Вот А так Получается Что Я Свои Проблемы Не решу И тут К ним Добавляются Проблемы Личинки То есть У меня Времени Будет Мало Конечно Можно Пойти Например Моей Мамаше То что Главное Родить А дальше Как нибудь Само Ну вот Я Пример Того Что бывает Если Родить А дальше Как нибудь Само Вот Кстати Ты прав То что Сейчас Общество То что Ресурсов Не хватает На себя А еще Тебе придется Стратить Вот эти Независимые Ресурсы На ребенка Да Можно Само Но Само Скорее Сего Может быть Лучше Тебя А может Быть Хуже Тебя И Санит Полным Сычом Ну Если Мое Случай И тут На сцену Приходит Жак Фриско И говорит Ребята Давайте Запилим Ресурс Ориентированную Экономику Аллилуйя Так Нам Предлагают Установить Фагета И Тянка Беспруфов Говорит Что Идея Шуруповертом Ей Не нравится Наоборот Нравится Наоборот Нравится Она сказала Что ей нравится Нравится Пардон Также Нам написали Американец Хуэн Уклонился Генетический Долг И выполнил Эффективно Не баба Раб Кстати Да А что у него С элементами Там Кстати США С элементами Жестче Чем в этой Стране Шапанер Что еще раз Что у твоего Знакомого Из Мурики С элементами Он платит Потому что США Там Жестче Чем в этой Стране С элементами А нет Конечно Он скрывается И все Он просто Скрывается Вот Просто скрывается От Судебных Приставов Работает В черную И так далее И тому Подобное Он даже Не работает Он просто Ну Я Не располагаю Всеми Подробностями Но он даже Не работает Он вот На какие-то Пособия Короче Он просто С тянками Там Зависает Куролесит И делает Им детей Ну короче Живет Как ему Хочется И это И не чувствует За собой Никакой Ответственности Я считаю Это деструктивно Прямо Как в фильме Идеократия Вот В начале А так По своему Опыту С не платившим Ни разу В жизни Алюменты Батей Могу сказать Что Строже Чем в этой Стране Совсем Не сложно Я могу сказать Что Я бы хотел Так жить Делать Все что хочу Размножаться И чтобы Мне за это Ничего не было Но Я хочу В Америку Родить А там Как получится И получится Цычек И род Закончится Вот Я и про То и говорю Что Это уже Игра В рулетку При Нехватке Ресурсов На ребенка Я Я уверен Извините Я уверен Что Как только Его Поймают Он просто Сядет В тюрьму На очень Долго Типа Ну Как бы Такая Жизнь То есть Он не живет Там Сажает Там Все Строго На должности То То есть Если Он живет Сейчас Под мостом Встречает Рандомных Тянок Ну Типа Я не знаю Бременс Музыкант Какой-то Но Благополучности Я не Не наблюдаю В его жизни Потому что Его нет Заметь У него Есть У него Есть Интернеты Он может Ночевать Под мостом По-моему Даже Неплохо Нам кстати Написали Ну Шаток там Сколько 51 Пока не Кончится Можно справиться И уезжать Соседний А Нончик Я тебя Спешу Расстроить Но Уже Скоро Будет Как 100 лет Уже Системы В этой Вашей Америке Уже Объединяются В одну То есть Потрахался В одном Штате Поехал В другой Потрахаться А система Этих Скажите Что Алиментная Уже Одна Убил В одном Штате Поехал В другой Тоже Все равно Уже Система Одна Мы Это Не Одобряем Порицаем Вот Ну Что Поделать Эволюция Эволюция Объединения БД Ну Что Ему Сделают Ну Потрахался Ну Родила От него Ну И Что Как бы За это Не сажают За то Что Это Не Уплату Алиментов Правильно Нет Как раз В США За Не Уплату Алиментов Сажают И Не Только В США И В В странах В Российской Федерации Нет В Российской Федерации Я гарантированно Могу сказать Что не сажают И вообще Ничего Не только Не сажают Но и вообще Ничего Не делают Ну Кстати Да Во-первых Не сажают Во-вторых Даже Вот Банкрот Пойдешь Делать Личное А тебе Не спишут Как раз Долги По Алиментам И вроде Долги За учебу Не списывают Да Это так Но Тем не менее Если С пристрастием Отнес Ну То есть Я имею ввиду Как С некой практикой Если Ознакомиться Если Например Тяночка Действительно Ну Ее муж Бросил Да С отягощающими Какими-то Там Мотивами Своими Что Он Просто Чест Ну Все Вот Я Детей Нарожал Ну В смысле Зачал Она Там Его Носила Он Ее Бросил Если Она Пойдет До Упора Его Точно Объявят Федеральный Розыск А Дальше Уже Естественно Как Ну Такой Практики Очень Мало Чтобы Прям Садили За Неуплату Алиментов Но Тем не менее Она Присутствует То есть Если Какие-то Есть Особые Ситуации Конечно Присадят Там Если Тем более Это Уже Не Первая Как Горется Ну Судимость То Тогда Если Первая Естественно Дадут Условку Там Три Года И Все Обяжут Там На Какие-нибудь Работы Общественные Ну Вот Смотри У Моего Отца И Машина И Дом И 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 Ты Думаешь Хоть Что Нибудь Его Взяли Нет Нихера Ну Вероятно Мохнатая Рука Присутствовала Ты Все Поздравляю И Так В Этой Стране Все Ну Опять же Это Это Все Регулируется Значит Надо Было Дальше Продолжать Вопрос Когда Ты Сталкиваешься С Каким-то Вот Препятствием Да Это Наверное Сейчас Не буду Волшебником В своих Мыслях Но Все Все Стоит В вопросе Того Насколько Ты Далеко Пойдешь Вот Если Ты Пошел До Упора Ты Сто Процент Бо С Ты Головой О Бетонную Стену Что Будет Бетонной Стене Вот Ты Явно Не Пробьешь Ты Будешь Вот Если Тебе Если Следует Твоей Тактике То Это Значит Что Бетонную Стену Надо Длиться Вот Головой Снова И Снова Подождите Я вам Скажу Про Элементы И все Вы Дальше Продолжите Сто И нести Есть У нас Вообще Не Продолжу Мне Уже Я Просто Анончик Который Говорит Что Типа Судимость Ничего Анончик Нет У нас Нет Ответственности Такой Ты Можешь Только Материально Зыскать То Что Ты Привел Пример Типа Подать Федеральный Розыск Он Просто Будет Читаться Типа Она Потеряла И все Вот Ответственность Занялась Современная Уплата Налогов Статья 115 Семейного Кодекса При Образовании Задолженности По Венели Лица Обязан Уплачивать Элементы Под Соглашением Платы Элементов Виновное Лицо Несет Ответственность В порядке Присмотренном Этим Соглашением Это Если Было Соглашение Преобразовая Задолженность По Венели Лица Обязан Уплачивать Элементы По Решению Суда Виновное Лицо Оплачивает Получатель Элементов Неустойки В размере 1,1% От Размер Неустойки За Несовременную Уплату Элементов Может Быть Уменьшен Судом С учетом Материалов И Или Семейном Положении Лица Обязан Уплачивать Элементы Если Подлежащая Уплате Неустойка Явно Несоразмер В последствии Нарушения Обязательства По Уплате Элементов Получатель Элементов Правит Также С качественного Несовременного Уплате Элементов Лица Обязан Выплачивать Элементы Все Перечислены Просрочки Исполнее Элемент Обязательства Убытки В части Не покрыты Неустойкой Все Вот Вся И ответственность В этой стране Там просто Копи Долг И когда Этот долг Превышает Уже Некую сумму Тогда уже Наступает Уголовная Ответственность А вот По поводу Стены Да Мы с тобой Еще и По моему Даже разговаривали Что Когда ты Бьешься В эту стену Просто У меня Тоже Отец В 3 года Он Хуй Забил На меня У меня Где-то Даже В моих Саркофагах Сохранились Вот эти Квиточки Где он Мне 37 тенге Один месяц Отправил Второй месяц Отправил 17 тенге Короче Ну такое И вот Когда Это все Разматывали Ну как Говорится Решили Довести До конца Я Я Я просто Да Я просто Решил Что Эта стена Того не стоит Чтобы Биться Об нее Лбом Я просто Ну как-то Принял для себя Решение Слава Богу Значит Он Своей немощностью Закинул В мою карму Что я там Просто Где-то Ну Не сгинул И все Нет Просто Ребенок Подкинул Телефон И И на голову Себе И И как бы Этот Я оценил Повреждений Нету И она Просто Недоволена Пожалуйста Ну это Просто Такие Вот Про Карму Все Вот Это Чисто Такие Раба Оправдания Ну Не Оправдания А скорее Утешения Чтобы тебе Самому Вот Было Спокойно На самом деле Он Нифига Не Делал Ну зато Ты Сделал С жизни Ты Зато Умный Товарищ И Самостоятельный Разве Это Не Круто Он Ничего Не Сделал Давайте Вернемся Немножко Назад Потом У нас Опять Тема Ушла Куда То В сторону Вот Шапонер Высказал Мысль То Что Хочу Я Тяночку Типа Рассматриваю Как в качестве Инкубатора Так Сказать Или В качестве Живого Человека С которым Хочу Делать Скажите Что Ячейку Общества Во Ячейку Своего Общества Вообще Вообще Там Не так Звучало Я Тискал Ты Хочешь Размножаться Это Факт Там Извини Я Тебя Перебью Извини Либо С удовольствием То Есть Это Прямым Путем Либо Это Банк Шпермы Так Короче Возвращаемся К этому Барану И ровно Поэтому Проще Делать В другой Стране Это Ужас Касается Суррогатного Материнства Еще Небольшой Фактик Если Допустим Тяночки Суррогатной Матери Плотировали Эмбрион Чтобы Не Услуга Чтобы Она Выносила То есть Генетически Он Не Ее Полностью Но Из-за То Что Она Рожает Типа Она Типа Родила И Она Вот Эта Хуйня Все равно Забертизирована И Типа Проходит Типа Как будто Это Считаешь Что Это Типа Ее Не важно Чей он Генетически Важно Кто Родил Вот Это Вот Еще один Факт В Сторон Того Что В этой Стране Немножко Даже Даже Вот так Размножиться Тяжело Так Вот Хочу Да Найти Тяночку Ну У меня Конечно Есть Некоторые Требования К ней Ну Не 90-60-90 Ну Типа Хотя бы Ну Рост Хотя бы Ниже Метра 70 Хотя бы Такой Требования Сиськи Писки Это Уже От Рандома И Как И Повезет Выпадет Еще Развитие Гормональное Пубертанки А Именно Рост И Типа Цвет Глаза Цвет Волос Ну Ладно Цвет Волос Это Не так Уж Важно Даже Цвет Кожи Я Не Не Так Важно То То есть Я Твердо Говорю Что На Мурзинке Да Это Замена У меня Словно Букву Н Которую Мы Порицаем И Не Одобряем У нас Мурзины В ходу Я Не Против Главное Чтобы Не Ниже Метр Семидесяти Если Любишь Маленьких Девочек Нет Не Люблю Ты Знаешь Почему Не Из-за Что Они Будут Достаточно Роста Просто Хочу Чтобы Был Высокий Шанс Мых Детей Чтобы Они Тоже Были Высокими Как Я Метр Семьдесят Высокие В сравнении С тем Что Обычно Метр Шестьдесят Пять Моисе По жизни Знакомые Ну Да Были Полторашки Знакомые Тян Но Их Было Меньше Среди Тян Которые Мне Я С которыми Общался Был Знаком Это Где-то Метр Шестьдесят Пять Метр Семьдесят Метр Семьдесят Их Уже Меньше И Выше И Выше Короче Предлагаю Савельев Предлагал Церебральный Сортинг А я Предлагаю То же Самое Только По Росту С другой Сороны Кто мешает Например Вводить Ребенку На первом Году жизни Конские Дозы Витамина А Ты понимаешь Я не хочу Вот эту Хуйню Делать Я хочу Чтобы он Нормально Вырос Чтобы у него Ладно Ладно Хорошо Скажешь Тогда нам Нужна В детском Саду Дыба Так Ты что Предложил Утягивать Там Это Черепную Коробку И Прочие Развлечения Родом Из Бронзового И Каменного Века А что Самое То Ну Дыба Дыба Должна Быть Нет Я Против Этого У меня Дыбы Не Было И У других Не Будет У меня Дыбы Не Было И Ты Обойдешься Именно Пожалуйста Вот Все Что У Твоей Мамаши Не Было Выброси С Своей Жизни Так Выбросано А Почему Ты Еще В Интернете Потому Что Этого Не Было Ну Вот Этого Не Было Так Выбрасывай Интернет И Иди В Поля Паститься Молиться Паститься Молиться Это Уже Прабабка Будет Ну Прабабки Так Что Не Вариант Еще Сильнее Деградировать Короче Напоминаю Фильм Фьючер Мэн Или Чел Будущего Где-то Третий Четвертый Сезон Где Они Попали В Надград Нужно Строить Такое Общество Я Вроде С вами Не Смотрел Я Предлагаю Просто Витамином Б Конскими Дозами Втира Растишку В Пинус И Да Подскажите Пожалуйста Какая Именно Дозировка Растишки Нужна Вроде Не Растишку Нужно Втирать А Другое Вроде Тестерон Я вообще Не понимаю О чем Мы тут Говорим У Бетардов Ведь Не бывает Здоровых Но Кто мешает Тех Детей Что Получились Как-то Починить Ну Вот Насколько Я Помню В Китае Практикуется Починка Детей Еще До Рождения Ну Это Генетическая Инженерия Это Прекрасно Это Замечательно Наше Будущее Это Было Показано В фильме Гатака Вот Но В Бетардских Условиях Мы Это Вряд Лясилим А вот Дыбу Сделать Или Регулировать Гормоны Роста Это Мы Вполне Можем Кстати Не Изменит Гимн Я Просто Хочу Сказать Насчет Геноинженерии Сейчас Да Проблема Во-первых Что Она Неэтична Ее Тормозит Во-вторых А Ге Что У нас Самое Массовое Изменили Добавили Ген Который Увеличивает Сопротивляем Спиду Там Вроде Раскратиковали Метод Геноинженерии Его Раскратиковали Как раз Из-за Неэтичности Ну вот Этично Неэтично А у Тая Политика Все Для Китая Как бы Если Пока Китайцы Будут Становиться Сверхэтичными Людьми То Вот А еще Ну ведь Дыба И генетику Не исправишь Это Наоборот Получится Обман Каждое Следующее Поколение Вот Будет Все Больнее И больнее Тогда Нам придется В конце концов Изобретать Структурный Гель Втирать Его Младенцев Мертвых Мертворожденных Они будут Оживать И наступит Истинный Биопанк Нам написали Ищи Баскетболисток Анончик Ты будешь Смеяться Но Все мои Баскетболистки Мои Шкалки Они были Лиже Меня Ибо Человек Метр 86 Рос Нет Метр Метр 86 Метр 86 Метр 86 Метр восемьдесят шесть, метр восемьдесят шесть, так, метр, восемьдесят шестой год, 26 апреля, один метр, два часа ночи, начать испытание! Вот была у меня тянка высотой скреша, но также хочу сказать, что надо вот искать не только высокую тянку, но вот и проверять, чтобы у неё всё было в порядке с головой. Не только с головой, но и с репродуктивными её функциями, потому что там, может быть, она что-нибудь подцепила, пока до тебя добралась. Не путай. Не путайте за ППП и репродуктивные функции. Ну, я не только за ППП, я, типа, про аналог свинки, за который он, может быть, не стерлинный. Вот, и эта тянка ещё была, вот, так сказать, из мединститута, вот, очень советую тянок из мединститута. У меня товарищ, мы вот с ним не виделись три года. Он звонит такой, вот там это, ну, по видеосообщению. Вот, да мы там, с моим ещё одним товарищем, а мы там тройничок замутили, короче, двойничок там, ну, короче, вот прям ездили в Таиланд, там такие тайочки и все дела. Буквально проходит две недели, он скидывает результаты анализа, ну, на ВИЧ, на СПИТ, на всё такое. Говорит, господи, спасибо. Ну, прям этот, мне скидывает, говорит, господи, спасибо. Я думал, что это всё, ну, и типа, этот, отрицательные анализы. Там простая какая-то Венера, я говорю, ну, ты же, наверное, понял, что тебе не нужно делать в этой жизни. Он говорит, да, конечно, понял, но ты же, говорит, понимаешь, что очень хочется и тяжело себя удержать. Ну, то есть, это самовыпил какой-то, получается. Нам написали, обслуживание Бетарска, я под гиетической манипуляцией Евгеника, парадославный, баскетболистки, шуруповерцы смерти, со спермой. Бетарска, бестя 0,001 на секунду после освоения вложений анончиков. И нам дали ссылочку. Кстати, мы что, всё ещё в эфире? Да. О, задерживаешься. Там было написано, что мы в час закончим. Да. Зато вы смотрите, какой эфир вылез. Несколько часов и обсуждение такого даже на обычной субботней конференции. Блин, ох, у меня эфир, ой, сейчас темы, ой, полезу, темы, ой, стартапы. Идите из ушей, крамольник. Давайте сюда кого-нибудь гинеколога притащим, а? Ну ты его где возьмешь-то, чтобы его сюда притащить? Ты забыл, как мы сюда двух тяночек генетик притащили? Ну ты их притаскивал, не я. Это я к тому, чтобы было бы желание. Извините, вот эта ссылка, вот этот вот в алкохаске, это 19 тысяч франков? Фунтов. Это фунты. А, да, фунты, да, извините. Франков уже нету, Анончик, с 2000-го года, когда появился евро. Не бог с ними. 19 тысяч или 19? 19. Всего 15 тысяч. Кстати, очень недорого. Это что именно он оплатил? Да, эти деньги можно двух дней до совершеннолетия довести. И пока они туда идут, без твоего участия можно, ну, в принципе, что-то подобное, своять. Даже более выразительное, на мой взгляд. Ну, 19 тысяч, это всего лишь, ну, около двух миллионов рублей. Менечку побольше. Вот, разве за эти деньги можно детей? По-моему, это вот бюджет на ребенка на год, в лучшем случае, на одного. Ну, знаете, да. Или, вот как правильно Шапанер сказал, то, что взял деньги, куда-то их сунул, ребенок сам, а ты вот сам. Короче, костюмчик примерно столько и стоит. Кстати, насчет стоимости детей. Я когда-то вроде приносил, чтобы воспитать дитё от рождения и до того, включая, что он закончит универ, муриканцы посчитали, там нужно вроде 7 лямов. Это для мурики. Для нас, наверное, это где-то 1 лям обойдется. Так, долларов или что? 7 лямов долларов? 7 лямов долларов. Нихуя себе. Ну, слушай. Они там что? Они, извини, пожалуйста, можно такие несколько вопросов? Они его там будут чем поить, кормить и какие навыки? Он станет спайдерменом, когда он... Ну, слушай, мурик-то жизнь дорогая немного, с одной стороны. С другой стороны, у них и заработок больше. А с третьей стороны, учеба тоже дорогая. Там сколько? Один семи... Один год, что ли, 25 тысяч долларов стоит в среднем американском университете. Ну, его скафандр хотя бы за эти деньги сможет по выпуску нарушить законы гравитации, хотя бы частично? За эти деньги он станет человеком, который заработает 25 тысяч долларов за год, а то и меньше. Может быть, даже за пару месяцев. Ты даже не спой... Ты просто обычный американец. Ну, это грустно. Ну, кстати, что грустно, ну, ты просто посчитай, вот университет сказал, еще ему нужно, значит, что-то жить, машину. Кстати, да, они считают машины важной частью жизни. Ну, это мы взрослый период берем, когда он уже взрослый и... С умеальной частью, а само собой разумеющимся. Да. А давайте возьмем, что он был маленький. Сколько там нужно тратить на памперсы, на жратву, на нянек, на вакцинацию, на обслуживание там... Вот у них же еще платная медицина. Давайте разводить анончиков, сделаем... Вот есть же машины для точной обработки, например, курятины, так называемое мясомеханической обвалки. Вот я предлагаю сделать то же самое для младенцев. Так, хочу сказать, что машины там сильно дешевле, чем тут. А еще хочу спросить, а на что будем разводить анончиков? На биткоины или на что? Нет, нет, нет. Именно в количественном плане разводить надо. То есть, чтобы популяция анончиков росла и росла. Ну, ты знаешь, вот это вот... Я слышал много раз вопрос, почему типа невыгодно разводить человека на мясо? Ответ в том, что его долго растить надо. То есть, ждать 14 лет, пока он вырастет и сможет размножаться. Ну, у нас вот... Ты знаешь, 15 лет... Я вот с вами знаком всеми, и 15 лет пролетели достаточно быстро. Так что... Вон, Сережа. Сережа троих детей успел сделать, пока вот с нами на эфирах сидел. Так что... Это быстро время пролетит. Быстро, но дорого. А вот это зависит от того, как ты сделаешь систему. Заметь, курять на механической обвалке крайне дешевое. Слушай, ты-то, курить-то ей нужно год, чтобы вырасти и начать размножаться. Бройлеру нужно 3 месяца, даже меньше. Вот. А человеку, как видишь, 15 лет. Ну, во-первых, 15 лет необязательно. Детский труд может использоваться с 7 лет. Это уже профит. Дальше уже 6-7-летние могут за грудничками следить. Так что это же, я же говорю, цыганский детский сад. Ну, и вот, главное, сделать основную цепочку, основные, скажем так, конвейеры по производству детей. И вуаля, наш Бетардская будет приносить там по 10-20 человек в год. Через 10 лет у нас будет колония, ну, так в 100-200 человек. И это уже будет охуенно, я считаю. А как мы будем повышать эффициент интеллекта в этой колонии? Тут, к сожалению, что родилось, то и пригодилось. Тут вопрос не как повышать, повысить ты не можешь. Это вопрос, что с этим делать потом? И что мы будем с этим делать, простите, Господи? Ну, например, радоваться все, будем радоваться, не будем напрягаться. У меня истерика, извините. Ничего, прощаем. Нам написали. Младенцы механической обвалки. ММО, которой мы заслужили. Обычная фраза, которую я могу слышать в эфире на радио. Почему не стоит разводить человека на мясо? Машину в Америке для ребёнка покупают БУ за 3-5к баксов. И он на ней и счастливый катается несколько лет. Согласен, Анончик. Хотя вот нам проходил программист, который рассказал, как ему жилось на насеком в Америке. Он покупал себе машинку, там, новую, вроде, за 20к. Потом продал, что ли, её за 17к. Я точно не помню цифры. Обычные фразы, которые я могу слышать в эфире на радио. Кстати говоря, стоимость детей. Это всё не то. У меня-то собака нету. Я пошёл, где выходит ещё 2 часа. Нас всех, блядь, убьёт сатана, сука. Мы все будем гореть в аду. Прости, господи. Так, возвращаясь к теме создания цыганского детского сада. Я вот хочу напомнить, что вот как на русской деревне размножались. Ну, точнее, семья, сколько там человек был. Там было где-то 2 взрослых. Ну, отец и мать. И от 5 до, в лучшем случае, 12 детей. Ну, в среднем, конечно, 5-7. Ну, с поправкой на детскую смертность вот где-то так получается. Вот. А почему размножались крольки? Потому что дохли дети быстро. А с учётом, если детём может прожить, ну, хотя бы до пубертрата, это уже мин. И вот эти, вот, пенициллин, всякие вакцины, это вот увеличил как раз, точнее, наоборот, снизило детскую смертность. И увеличил тем самым количество населения. Увеличило население и сломало эволюцию. Вот. У нас, кстати, вот, когда мы начали заботиться о детях, мы смогли внашить всяких, тех, кого раньше бы просто бы умерли. Даже вот... Я вот не помню, это была фраза или весёлого молочника, или кого-то другого. Там ему говорили, ну, вот, а если ваша дочка упадёт с лошади, что вы будете делать? Он такой, ну, зашью её, ну, отправлю в больницу, да, далеко. Ну, и в конце концов, ну, упадёт она, ну, и сдохнет, ну, и хер с ней. По крайней мере, это лучше будет, чем дочка, которая будет бояться лошади. Ну, кстати, в этом есть что-то, да, вот. Нам написали дети, это ещё и запас мяса на голодные годы. А Нончик, это... работает случай маистского Китая. Нет, это... С запасом мяса будешь ты. Да, и к тебе сегодня ночью придёт сатана и будет тебе мешать спать. А потом тебя заберёт куда-нибудь. Вообще про детей нельзя шутить. Ну, это... Ладно, похихикали, хватит, наверное, товарищи. Ну, недостаточный ценник. Кто здесь шутит? Мы же на радио. Мы здесь не шутим. Мы полно, на полном серьёзе обсуждаем темы, о которых не говорят нигде. Ну, людей не рентабельно на мясо разводить, это факт. Это просто факт, потому что они долго носятся. Именно поэтому эволюция создала нам горемычным людям, которые... Ну, было понятно, что если ничего не дать, то они будут своих детей жрать. Именно поэтому эволюция дала нам курей, коров, баранчиков, там, не знаю, кабанчиков, кроликов всяких, и же с ними. Аночек, ты понимаешь, что человек-то как раз всеядным стал из-за того, что когда-то мартрышка, которая жрала фрукты, начала активно жрать падаль. Это были наши предки. А потом они поняли, что можно дубинкой и палкой захуячить соблезубого тигра. И тогда они стали охотниками-собирательными. Все, побежали жрать всех, кого встретим. Мы же голодные. Вот, и кого можно замочить. Соплеменника-охотника-собирателя вряд ли замочить можно, потому что он тоже пизды дать может. А вот коровку, это да. А даже безобидные сдачи дать не может. Вот коровку мы и будем затачивать. Ну вот, кстати, насчет охотника-собирателя. Если что, те, кто смотрел Дробышевского, мне вот часто там фигурируют, типа, кромальйольцы или неандертальцы жили в соседних пещерах и жрали друг друга. Ну, то есть, не неандертальцы жрали кромальйольцев, кромальйольцы жрали неандертальцев. Короче, давайте думать, как начать свой бизнес по созданию детского сада. Как и все в этой стране с заносом нужному человеку. Не, при нынешнем всех раскладах закроют точно. Бюрократию взялась в Россию. Кстати, такая вот, кстати, история. Товарищ вчера рассказывал, говорит, у меня вот бухгалтер подает отчетность и все такое. И ей приходит отказ. Она, как бы, ну, дозванивает, за что случилось. А ей в налоговой говорят, вы, извините, нейросеть не пропустила ваш отчет. Пожалуйста, это, будьте внимательны, там, что-то у вас не срастается. Пожалуйста, сделайте, как положено. Так что, вот. Я бы вот этот разговор записал, и после этого, как положено, говорили бы уже в налоговой. Удваиваю этого. Ну, думаю, что это просто отговорка? Ну, вообще, делом, надо было спросить, а какого хуя вы мои вот налоговые данные скормили нейроссийцы? Я разве разрешал? Я не знаю. Я, как бы, этот, увы, да. У меня первое возникло, что это чисто отговорка. Ну, я-то этот нейрошизоид, и у меня сразу такое вдохновение, я говорю, все, все, ты теперь под властью этого механизма, все, теперь все будет как в Бетарцке, все правильно, и каждый будет отвечать за свои поступки. Типа того, короче, ну, это. Как в Бетарцке, красник, он не должен отвечать за свои поступки. Ну, имеется в виду, что будут жить на равных, вот, все-таки идея Бетарцка для меня это житье на равных. Или это не так? Ну, да, ну, рано или поздно все, конечно, выяснят, кто выше, кто ниже, вот, но задача Бетарцка это то, чтобы каждый был условно на своем месте, действительно был такой ячейкой пер-ту-пер-системы. Но именно нашей системы, не другой системы. Поэтому, когда я слышу ячейку общества сделать, сразу вопрос, какого именно общества? Ну, кстати, да, тоже интересная мысль. Итак, я напоминаю, что тема нашего эфира как Бетару стать Нормисом или зачем становиться вообще Нормисом. Мы обсудили некоторые проблемы типа антидепрессантов, лечения зубов, заведения тянки, личинки и лечения всяких других болячек. Вот нам написали. Двочу, янончика, подумайте о детях, нельзя ж так, они ж будущее наше, они ж дети, ебать их в сраку. Так вот, следующим пунктом по плану у меня вопрос. Я, ну, в отличие других анонов, мне повезло попасть на баллонскую систему в этой стране. То есть, я бакалавр юриспруденции. Чтобы у меня было законченное высшее образование, но полностью стопроцентное, мне нужно закончить магистратуру. Вот. Специалитет считается, если что, в этой стране за окончанием бакалавриата магистратура одним залпом. Вот. И как мне решить эту проблему? Нужна ли магистратура мне дальше? В Батарске она тебе не нужна. Мы все магистры. в Батарске магистры Батарска. Не слушай его, тебе нужна магистратура, тебе нужно конечно заканчивать магистратуру, ты нихуя себе, извините, пожалуйста, за такие откровенные слова. Да, тебе нужна магистратура, конечно, заканчивай, доведи свое образование до финала. я так скажу, ну, если тебе нравится, как говорится, это, тогда, конечно, иди, но не ожидаешь, что тебе это принесет такого-либо профита, потому что вот, ну, высшее образование вообще вот в этой стране не очень-то ценится, юридическая вышка, ну, ты на этом мучаешься, ты в этом варишься, ты сам знаешь. Я это прекрасно знаю, я вот в воскресенье, что мне сподвигло это делать эфир, я вообще подумал, нахуя я пошел юрист, вот, надо вот хотел, было предрасположено, тоже было идти на историка, писать всякую хуйню, типа, чем отличается феодализм древней Руси и первого болгарского царства от основного западноевропейского феодализма. Я, кстати, могу на это много говорить, анончики, но, вот, какую-нибудь тему раскрытию юридическую, типа, законодательство Российской Федерации о защите морских ресурсов, условно говоря, это просто я последний помню, что у меня была тема этого, не докладает и у нас уже, кстати, тогда отменили-то эти работы, что там каждый, а, курсовая, вот, последняя курсовая тема моей, курсовой, то есть, ничего нового по этой теме нету, это просто компиляция, короче, картошку почистить можешь, обои поклеить можешь? Картошку почищу, если будет чистилка, и обои поклею. все, дальше идешь работать в битанс княнечкой и клеящиком обоев, все, тебе образование не надо. Если уж на то пошло, то, возможно, ты можешь повернуть свое образование вот в сторону, не знаю, права, какого-нибудь древнего права или около кого. Ну, понимаешь, это нужно получать историческую вышку. Я даже... Заканчивай образование, пока не поздно, пока весь этот мир не погряз в опоке. Заканчивай это, да. Пока весь этот мир не погряз в опоже. Это да. А вышку заводка не получить, а пал лучшанунчик, ну, это вариант. Я вот, кстати, вот, вообще, я зачем приехал в ДС, чтобы заработать деньги и поступить заводчику на какую-нибудь магистратуру, лишь бы отучиться, чтобы у меня была корочка. Ебучая... Вот, я все это ради ебучей корочки в итоге, где я оказался. Тут, с вами. А толку от корочки, если эта корочка вот никому не нужна. Нужны корочки только вот трех вузиков. Из тех Бауманки и МГУ. Ну, может быть, в области медицины Сеченовки, а все остальное оно как бы не нужно никому. Никому. В жопу твою Бауманку нужны корочки депутата. Все остальные корочки вообще нахуй срались. Вот, да, но я все-таки говорю о том, какие именно корочки котируются на международном уровне. Не знаю, как сейчас, но вот несколько лет назад котировались только вот корочки вот этих трех вузов. Ну, корочки депутатами спорно котируются и сейчас. Кстати, насчет котирования корочек я приносил несколько лет того назад, как гермашка котирует вузики этой страны. Подсказочка, она практически все котирует вузики этой страны. Главное, чтобы они были государственные. Но это было раньше, году так, в 2018. Вот. То, что котируется в этой стране, я знаю, что прекрасно котируется в этой стране. Именно, что депутатская корочка, все остальное это куня из под залупы коня. Главное, чтобы она у тебя была. Вот. Итак, нам написали очень хорошее сообщение. I'm a hit. I'm a man. I'm the first mammal to weapons. Yeah. I'm at peace with my lust. I can't kill because in God I trust. Yeah. It's evolution, baby. Yeah. Ироничная песня Pearl Jam про эволюцию. Да. Совершенно так все в мире и устроено. Вот. Меня, конечно, и ты меня перебил, но моя мысль в том, что корочка мне вот просто, чтобы она, во-первых, была, во-вторых, я же до сих пор не утратил надежду хоть куда-нибудь репатриироваться. И в канатке нужно, чтобы у меня была законченная мага, чтобы лучше котироваться в какой-нибудь канатке. да, юридическая, да, блядь, да, хоть никому не нужна профессия, но это все равно лишний балл. Я иди ты в хуй, короче, идешь, открываешь сайт, как это называется, в общем, у Канады есть множество мелких территорий, и они публикуют да, иди ищи землю, которые нужны. профессии, которые им нужны в этих выселках. Короче, если ты какой-нибудь ебаный столер и готов жить в выселках, вот, пожалуйста, иди по этой программе. Красному дереву, сварщик, сантехник и так далее и там подобное. Я это прекрасно знаю. Вот, по-моему, отлично. То есть, даже корочки ПТУ в данном случае будут так же ценны, как облогские. Вот, кстати, вот, что про корочки. Не, здесь самое главное не просто корочки ПТУ, здесь главное, чтобы ты что-нибудь путемел, потому что юрист, ну, в моем представлении, это просто нахлебник, который нихуя не умеет. Такие менеджеры, пиарщики, и прочее чмо. Ну, нет, ты должен уметь носить чемоданчики, ну, не чемоданчики, а вот конвертики из кабинета в кабинет. Для этого нужны соц. скиллы, как бы, тоже немало. Да, но вот в Канаде в случае выселок, если ты хочешь на выселок, вот, пожалуйста. Вот, я сейчас ЧПУшу, и ты думаешь, хоть кто-нибудь спросил у меня, проходил ли я курсы на ЧПУшниках. Ты знаешь из всех профессий, куда я устраивался, меня спросили в одном месте, а ты хлеб печь где-нибудь учился? Это единственное место, где меня спросили об образовании. товарищ Так вот, Канад и сейчас погодите, шифонер сказать хочет. Скажите ему, что лагает. Извините, пожалуйста, я просто мигаю индикатором и вот уже мигаю, мигаю, замигался. Тут товарищ пишет Извинялки настолько зашуганный, что извиняется перед Богом за смех. Будь и автором виртуалки, вселенной, если дал свободу воли, то не хотел бы вот такого терпильного лизоблюдства и не хотел бы, чтобы люди оглядывались на каждый свой пуг. Религия это дано, живем в светском обществе. У меня, кстати, по этому поводу, я воспитан в консервативной семье, по поводу религии и прочего. И вот как-то однажды взял у товарища электронную книгу, сел какать и открыл Карла Кастанетта, по-моему, Карл его звали, и вот прям наткнулся на строчку, что типа вот, ну, я начал считать, что про Бога, про Бога, а я сижу, какаю, прям мощно, сру так мощно, и там такие строчки, неужели ты думаешь, что Бог настолько, ну, типа, беспонтовый, что он не обладает чувством юмора. и вот в этот момент у меня как бы, ну, как сказать, произошел переломный момент, то есть я, как я читал о Боге, хотя раньше даже стеснялся, когда передергивал об этом думать, поэтому, да, для меня вот это несколько такое всеобъемлющее состояние, и когда я говорю, прости Господи, ну, блин, ну, есть все-таки, когда ты смеешься и как-то, ну, понимаешь, что это смешно откровенно, но над этим, вот, если тот, кто находится в этой ситуации, ему совсем не смешно, то есть вот, это не более и не менее, наверное, извините, пожалуйста. Нам также спрашивают, этого Нормиса стуга серии, кто этого Нормиса стуга серии позвал на радио вообще? Его никто не звал. На Новый год я, вот, делал эфиры про ёлочки, про шрифты, про всё остальное, и вот, каким-то образом Ютуб ему посоветовал одно из видео. Это и есть тот самый нейрошизик. Вот он теперь здесь. Так вот, возвращаемся про Канаду. Да, я это всё, товарищ, это я всё давно изучал. Да, это самый тупой и налегчайший способ. Но, вопрос, но, во-первых, там нужно чем-то доказывать, что я являюсь сварщиком 110-го разряда, нужно хотя бы рашкинскую документацию притащить с госпечатями, что я этому соответствую. Нужно... не надо, просто говори, что 10 лет работал на заводе. А на каком? А вы откуда знаете? А, кстати, там ещё не забываю, там нужно будет всё это перепроходить ещё нового на Канаде. Само собой. Ты работал 10 лет в Саратов горглав снаб. Вот, горглав строй и горглав говн. у тебя 10 лет на каждом предприятии, а вот в Канаде уже без всяких бумажек ты переходишь квалификационные тесты, тебе действительно придётся что-нибудь сварить. Если сваришь, не вопрос. Вот, видишь, нужно иметь навыки. Слушай, мы говорим о навыках или о корочке? И то, и другое. Нет, это две совершенно разные, а в России вообще независимые вещи. Вот, именно, что в России две разные, а я всё-таки немножко меряю по просите меня, но я в отличие от нашего гейрошизика Шапанера извинениями, но я немножко смотрю на восток, я смотрю на запад. Вот, дилемма русских человеков. Ещё раз, идёшь на свой любимый запад, показываешь там свои скиллы, и живёшь прекрасно. Причём здесь корочки? В каком месте корочки? Не, ну, слушай, корочки Европы, кстати, там корочки очень ебут и ценят. Не, Европа и Америка это вообще два разных континента, и по поводу скиллы, да, я согласен с товарищем, и потому что, ну, в Америке всё-таки ценят именно скиллы, а в Европе там, не знаю, не знаю. Америку, по-моему, скилл ценят везде. Не, в Европе это всё бюрократично, и, короче, там хуя знают, они там сами не знают, что хотят, ну, иными словами, извините. Ещё раз, в этой стране получение корочек это одно, получение скиллов это совершенно другое, ты уж выбери, что тебе надо. Я даже не знаю, что выбрать, и поэтому подавался в этом году на гринку. Га-га-га-га-га-га-га-га-га, посмотрите на этого высоквалифицированного сварщика. Да, а ты думал, зачем я заградник заказывал новый? А что тут такого, что подавался? Ну, подавался и подавался. В принципе, высоквалифицированный сварщик подался на Диви. Ну, ладно. Я же не сварщик, а юрист! Так почему бы вы через Диви легче, чем через рабочую визу? Не, ну, понятно, что легче, но мы тут говорили о корочках, и возникает такое честь, что у нас высококвалифицирован то ли сварщик, то ли краснодеревщик, то ли юрист, то ли все в одном лице, и он просто уником подался на ДВ. Слушай, я в твоем месте давно подался. Вот, что тебя удерживало лет 10 назад, а? То же, что и меня. Вообще, когда я получал свой загран, я совершенно не собирался ехать в Штаты. Шифронер, ты что-то хочешь сказать? Да, шифронер, говори. Да, извини, пожалуйста, я вас перебиваю, но вот сколько юрист, например, получает на Западе, ты знаешь, ну, таксу, именно. Я знаю, сколько юрист получает. Дифференцированно смотреть, дифференцированно мы будем смотреть, только дифференцированно. Давай, мы это уравнение применим на вот наши понятные рубли. Я уже сказал, мне плевать на то, сколько зарабатываю. Мне важно, чтобы этого хватало на мой образ жизни. Вот, мы начали весь этот разговор, вот, когда на детей перешли, что нужны ресурсы. Ресурсы нужны на себя и на ребенка. Если не хватает на себя, то ребенок, скорее всего, получится у нас либо нарвизом, либо сычом. Это уже русская рулетка. Так вот, да, возможно, я не отрицаю, но, что, да, стать профессионалом, давайте тогда перейдем к этой хуйне. Куда развиваться? Я человек, ну, юрист, я просто не, 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 была прокуратурка. Но, все равно, пока юриспруденция, вот, закончим на этом. То есть, условно говоря, чисто теоретически, я на выходе могу пиздавать, работать помощником адвоката, там, в уголовку. Могу пиздавать помощником нотариуса, это гражданка. Могу пиздавать, писать мигрантов, заполнять вот эти все лески на продлении миграционного учета. Ну, это уже, это работа для студента, честно. Это, вот эта вся хуйня, это нахуй не нужно. Миграционка. Да, деньги поднимаешь, но, это хуйня. Самый топ, это именно, вот что, представляете, вот это, вот ходить по миграционной службе, вот эти все документы, так сказать, по миграционке, от мигрантов. То есть, за них, это большая такса, чем заполнять бумажки от них. Вот заполнение бумажек, это самое тупое. Как мы говорили, в субботную конференцию, это прийти заполнить у Ашота. Вот. А тебе хочется этим заниматься, или нет? Вот, давай я вот чуть-чуть еще поговорю на эту тему. Вот, есть третий вариант. Четвертый вариант, это пойти в судопроизводство. я вот, волей судьбы, моя первая работа, которую, блин, до раз аннулировали мне, считайте, три месяца без этого, просто сразу найм, под трудовый кодекс, те, кто закончил, имеет, при первом трудоустройстве по специальности, им три месяца этого, скажите-ка, не в практике, а этой, временного. Вот эта хуйня, трехмесячная, на хуйня, А, исполнительная. Неисполнительная. Ой, неисполнительная, да, мы повели о чем-то. Ну, да, вот, она на хуйня идет, меня, то есть, на постоянку, вот эти пидорасы меня аннулировали, тем самым, взять меня. Вот, короче, что у меня делал, я просто писал исковые заявления о возбуждении судебного производства и общался с этими судебными приставами с конец задолженности. А вы думаете, почему я, блин, каждый раз советую нашему дорогому Нунейму и сделать банкротство? Говори. Вот, первая работа юристом, первая по-настоящему, первая по-настоящему, настоящий, я бы сказал, юридический опыт вот у студента-юриста быть кинутым на трудовой стаж по закону. Да. Полностью согласен. Старжировка, нет, Анончик, она в трудовом кодексе не так называется. Или так, я уже что-то подзабыл, но хуй с этим. Она называется испытательный срок. Вот, все, спасибо, Анончик. Вот, испытательный срок. Потом, можно пойти в трудовое, вот, и какой-нибудь, стать, типа, типа, и чаром даже. Вот, вести вот эти, все, эти трудовые книжки, вот это все параша. Вот видите, какой личный стерост можно, какой бы быть. Я бы мог бы кого-нибудь из вас было трудоустраивать до работы. А может меня банкротом сделать? Сколько задолженности? Я, я, я могу, отдай мне все свои деньги, я сделаю тебя банкрот, да. Полмиллиона у меня задолженность. ровно полмиллиона? Ну, с небольшим. Ну, короче, я, я точно тебе сейчас не скажу, я не циклопедического характера ума. Ну, короче, до 500, до 500 тысяч ты можешь пойти подать на банкротство обычно, это там через МВЦ делается. Больше 500, это писать в арбитраж. И до 500 нам сказали, короче, нужно исполнительный лист, только с этим исполнительным листом вы можете подать на свое банкротство горемычное, а ежели нет, если вы хотите вне судебной, то вам потребуется юрист, который знает эти боблажные камни, которые в этом все разбирают. Там нужно прийти в МВЦ, заполнить сколько ты возьмешь, сколько ты возьмешь за эту процедуру. Подожди, ты можешь разбираться в вопросе. Смотри, что тебе нужно, чтобы я запомнил вот это заявление, ну, допустим, возьму у тебя 5000. Мне нужно, чтобы ты меня сопровождал, чтобы ты мне вселял уверенность и сопровождал меня, да? Вот это вот сослуга мамка юриста. Слушай, можно на меня написать этот, блин, скажите, что? доверенность, что я тебе по вот этим делам представлял, я буду за тебя все это делать, но это там другой прайс, ценник будет. Вот сколько, вот сколько подключат. А я вот это вот не знаю, нужно тут уже уточнять. Гугли. А вот ты по гугле, поинтересуйся и мне скажи. Дед, вот смотри, дед, начнем с тобой, где ты находишься, потому что я в ДС-1. Я не ебу, где это, короче. Москва, блин. А, ну, я в Иркутске. местный юрист, местный юрист нам сказал, 180 тысяч под ключ. Вот если ты мне скажешь 150, ты можешь даже мою тянучку долбануть как бы в качестве бонуса. Ну, если она, конечно, согласится, извините, пожалуйста. Ну, раз мы тут, блядь, про детей на мясо заговорили, можно же так шуткануть. Очень смешно и забанчиво. Тянучка у меня охуительная, поверь, это да. Ну, и на Байкале побываешь. Ну, типа этот, вот, насколько нас наебали, 180 тысяч, это, по-моему, реальная цена или нереальная? Вот как ты считаешь? Ну, слушай, если я не буду добивать цену, ну, просто ты, вот это, чтобы за тобой ходить, ну, давай просто вместе с собой поприкидаем. 5 тысяч заявления, билет туда-обратно, из Иркутска мне в Москву. Из Москвы в Иркутск. Вот. Мне еще где-то жить надо, пока я... у меня будешь жить. С моей тянкой будешь жить. Да, питание, вот это все. И еще же нужно... Безусловно. Да. Нам еще нужно пойти сделать доверенность на меня, чтобы ты, вот, пишешь, что я Шапанер Иванович, такого-то года рождения... 200 тысячи рублей. Нет, что я до Криша Николаевича... Передаю все обязанности, да, там, и он вообще решает все вопросы за меня, я всецело ему доверяю. Я понял, 2500, вот нам озвучил, я же тебе говорю, юрид 180, если ты вот в качестве какого-то... Я вообще молодые таланты очень поддерживаю, если ты... Прямо у тебя есть интерес. Ну, у меня пока что тянка дефится по этому, по эксперту по Иркутской области, а я готов задефиться по тебе. Почему бы нет? Конечно, я буду счастлив. Ты еще понимаешь, там нужно все-таки мне вот, знаете, более глобально, ну, это ладно, это может за эфир. все вот это попозарить. Ну, давай, я просто вот прикидываюсь. Мой паспорт, я могу жопу сфотографировать. Да, куда вы мне это? Подожди, давай просто посчитаем. Захуя решили на превью, блядь, посмотрим. Блядь, господи, заберите меня отсюда. Пустили нормиса в фу, да? Да. Ну, я же говорю, я же не это нормис. Нет, 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 посередине. Суперпозиция квантовая. Да, да, да. Я думаю, что надо вот этот вот как сказать, этот момент поймать и вторую серию из этого сделать. Поэтому, наверное, что всем, кто заинтересовался, следует ждать вторую трансляцию, вторую серию, а мы, Анон ФМ, мы доставляем. И, кстати, не забывайте про курсы Пайтон. Как там товарищ ведущий говорил? По промокоду ЯНЕЛОХ. Скидка 145 процентов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, жмите в этот ссанный колокольчик и будет вам счастье. Ауминь. Так, надо писать, вот это вы устроили криш на работу. Сделали с битарным человеком прямо сейчас. Анончик, ну, я еще не согласился всю эту хрень. Ну, в принципе, я просто твой кейс понимаю, но 180 ломить оверпрайс, но если там, ну, если до арбитража, ну, я бы, наверное, сотку бы взял, если я в Иркутске бы жил с тебя. Потому что самое геморрное это ходить и разбираться с арбитражом. Арбитражом. Не, Иркутск это достаточно, ну, край, можно сказать, довольно богатый регион, так что сотку бы ты не взял, ты бы взял больше. Ну, слушай, если бы он жил бы в ДС, и что нужно было просто ходить в арбитраж, я бы просто для первого раза, наверное, все равно бы взял. Товарищ, у нас цены дороже, чем в Москве. Это Иркутск. Тут, типа, это, 180, я тебе просто как бы, я тебя не бачу, ни на что. нет, я это понимаю. прям на самом деле, прояви интерес, интерес, если ты действительно как бы разбираешься в этом вопросе, вот тебе и все, вот тебе и откровение, зачем тебе заниматься юриспруденцией. как бы мы, ну, конкретно моя супруга подписала договор вот с товарищем, да, который занимается этим. Я понял, но... А я бы с удовольствием подписал с тобой, посмотрел, ну, типа, знаешь, это тоже же мое число, я потешит. Вот смотри, у меня бетард, короче, решает, а у тебя какой-то эксперт. Понимаешь? То есть, ну, то это, то тут, ну, и деньги-то, ну, понятно, Ну, понятно, лишь я нищий, я нищий, как церковная мышь, я банкрот, но я что-то это, да, подустал от вот этого давления финансового. Я чувствую, что если я от него сейчас освобожусь, я буду гораздо интереснее бетард строить. Ну, ты понимаешь, что тебе потом несколько лет не будут давать кредиты, и банки потом еще будут после этого смотреть, что, блядь, а вы банкротились, ну, несколько лет назад. Я счастлив, я патологически просто вот набрал эти кредиты, патологически набрал, и я буду счастлив, что мне будут отказывать, короче, у меня просто эта мысль, она ликвидируется, я научусь копить, потому что я не трачу столько, сколько бы я вот, ну, потратил когда-то, и вот эти, вот эти обязательства, которые я оплачиваю, короче, это, ну, я тебе по математике тоже могу это, ну, рассказать. Чистую математику всей этой ситуации, она лежит на поверхности, не берите, товарищи Анона, никогда не берите кредиты, это все кабала. Берите кредиты, особенно сейчас, берите кредиты, закупьте на все кредиты доляры, а лучше какие-нибудь, какое-нибудь имущество и станки, потому что, блин, дальше будет хуже, и рубль будет дешевле. Под 44%, берите кредиты под 44%. Бля, бля, бля. Все, давайте, товарищи, сворачиваться. Нет, я вот не договорил вот именно, что вот куда вот ты мне вот предложил магу, вот это все хорошо, я даже посчитал, сколько это Кутапина будет стоить, Кутапина, если что, это самый престижный в Рожке универ, юридический. Вот. Но я вот, знаете, все, санучки, смотрел, я смотрел именно вот совочку, но вот из всего того говна, что было, единственное, что меня цепнуло, это информационное право и международное. Ну, ну, как сказать, в принципе, и то, и другое, ну, международное, может быть, скоро понадобится, а информационное изучать здесь, ну, мне кажется, сомнительное занятие, а вот международное, прям, ну, вполне. Не, ну, я международное, ну, хорошо понимаю, я там, ну, просто, я со своими однокурсниками не разговаривал, это по одногруппникам, я очень нехорошо, и я просто, я тащил, я этот, я препод уважал за мои подходы, что я, как все, это международное, он и приглашал, вроде бы, даже, на администратуру, к ним на кафедру, у них, кстати, кафедра-то, она по, блин, международников, там, блин, в жопе мира, и там, несколько этих, блин, себе под профиль объединяет, в моем родном вузе, вот, а почему информационное, ну, она там, кстати, рядом с этим, не только информационное, а именно, интеллектуальное и информационное право, вот, вот, в этих всяких, вот, парашах, вот эти, вот, торговые права, патенты, я почему-то, вот, за себя, вот, и чувствую, что, блядь, это, сука, блядь, интересно, вот, вот, я бы, вот, это, вот, хуйню бы, почитал, и вот, это, что у нас было, ну, вот, эту хуйню, что вы учили, я все равно, ну, тоже, поэтому, ну, не так сильно, как по международному, но, по интеллектуальному, тоже, вот, получал, в принципе, удовольствие, вот, мне оно, ну, нравилось, ну, просто, еще, с другой стороны, что, ну, если, допустим, гражданского права, это просто, чтобы как выжить в этой стране, чтобы тебя не наебали, как лоха, вот, то, именно, вот, интеллектуально, это просто, ну, для себя, как наш, учил, вот, саморазвивите, вот, это все, только он, программирование, а мне, вот, было, вот, это, в юриспруденции, интересно. и я просто понимаю, что, вот, этот вот край, вот, международное право, информационное, интеллектуальное, там, это, вот, ну, можно, есть места свежего взгляда, вот, вот, все остальные права, они, блин, расписаны, разжеваны, сто пятьсот раз, и до меня еще, то есть, когда приедали, там, в течение 10 лет, их разжевали, и все, нахуй, все, все это сдалось, конституционное право, это вообще, маня фантазия, как нам лучше построить Россию, вот, уголовка, это, как, это вообще, там, жопа жопочная, я уголовно право, не то, что, не люблю, или презираю, но, это то, что, мне не заходит, вот, как мне предлагают, учи Пайтон, учи Пайтон, гермашку, перекатишься, вот, у меня так же, с уголовным, ну, уголовное, ну, в общем-то, бессмысленно, особенно, если посмотреть на процент, оправдательных, приговоров по уголовным делам, именно, именно, ну, хотя, да, полезно знать, за что, можно присесть, но, все равно, в этой стране, ну, нахуй не нужно, если ты не идешь в прокуратуру, или следак, но, чтобы стать следаком, или прокурором, и у тебя есть, хуй и яйца, ты должен ослужить военную службу, или, или, пройти, эту, как ее, не военный кабинет, а этот, короче, при универе, короче, при универе, да, 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 вот, военную кафедру, да, да, военную кафедру, при универе, она, кстати, в моем универе была, но, но, мне она, нахуй, не нужна, меня туда вообще не приняли, потому, что я, вэшечка, вишенка, так сказать, мне, это хуйню, они, посмотрели, на меня, на мою вэшечку, на меня, на мою вэшечку, сказали, нахуй, и сюда пришел, а ну, вон отсюда, то есть, и я к нему не подходил никак, вот, вот, если бы была какая-нибудь бэшечка, наверное бы, да, но там еще нужен, там, отбор, пиздец, заебаться можно, не только физическую сдавать часть, но там еще, ой, там еще был и экзамен, там, то есть, два этих, два этапа, отбор, на военную кафедру, а не всех желающих, также нам написали, с голову в гермашку не перекачивайся, а вот с Пайтоном только так, Дончик, это я уже сто раз говорил, учи сам Пайтон, перекатывайся в гермашку, меня еще, хотя бы, спасибо моему батеньке, за его предков, что там есть евреи, но Пайтон не нужен без бэкграунда на настоящем языке или математике, вот, вот, вот этот анончик зрит корень, я не знаю, ни один язык программирования, у меня в универе, ой, не в универе, а в школке, даже, мне не повезло, я не попал туда, где, в ту группу, где был нормальный учитель, и преподавали даже санны по скальке, я даже его не знаю, да, смотрите, смейтесь, смехайтесь надо мной, и я хуёвый математик, я это признаю, я не отрицаю, я вообще не знаю, как я сдал говны ЕГЭ по математике на 67 баллов, вот, я вишенкой, дали ссылочку, как может быть еврей плохим математиком, ответьте мне, пожалуйста, извините, пожалуйста, так, я еврей-то, за счёт того, что прабабка моего, прабабка и бабка моего бати вроде были еврейками, вроде, ключевое слово, у меня нету доказательств, что они, хотя бы, в связи с рождением, или в связи с браками, что еврей указан, значит, ты плохо учился, негодник, и книжки не читаешь, ах ты засранец, ещё и человеком стать собрался, книжки не читавши, именно, ну, кстати, ну, есть вариант, конечно, в этом, у мормонов, у них есть база, этих, по странам, и у них, вот это, по рождению, до 1920 какого-то года, и я вот думал по ней поискать, но там всё письменное, то есть, я письменный армянский, нихуя не знаю, батя не хочет этим заниматься, чтобы найти документы своих предков, ну, так же нам написали, зависит от задачи, бэкэнды, макачить математика не нужна, по слухам, даже для ML математика не очень-то нужна, как бы нужна для понимания, но параметры подкручивают, всё равно, он интуитивно ориентируется на готовый best practice, ясно, аж ты что вообще умеешь, не потухонные математики, нахуй, а ты вообще такой нам нужен метарски, а я не знаю, ну, я тут делаю, нахуй я вам всё это рассказываю, но программист 99% не знает математик, программирование, это гуманитарщина, лингвистика, ну, чек, не говори мне про лингвистику, я, ты не представляешь, как я страдал с родным языком, то есть, я прорусский, я армянский не знаю, но при этом, при этом, я нормально, если посидеть, я нормально начинаю учить иностранные языки, конечно, возможно, это из-за того, что я этот, не аутист, а дислектик, у меня из-за того, что батя пытался меня в детстве научить армянскому, вот это всё пошло по пизде, но всё-таки из-за того, что у меня и двоюродный брат дислектик, то есть, его племянник, тоже страдает дислексией, а он более чисто огромный и в детстве прожил в Армении, ну, часть детства, так что это вот не от этого, вот, так что всё это хреново для меня, языки. Почему почему хреново, я тоже амбидекс, вот меня переучивали слева направо, вот я зато стал амбидексом, дислексия, ну, дислексия, да, верно же сказал? Вроде да, дислексия. Ну, это типа когда ты, вот, я тоже ей несколько страдаю, короче, это когда ты один язык знаешь, короче, ну, вот, когда с тобой начинают разговаривать на более тебе знакомом, ты вот начинаешь путаться, или вот амбидексия, тоже вот это вот, когда ты вроде привык правой, а вроде тебе удобно и левой, ну, и ты одинаково хорошо, короче, это главное найти гармонию, главное найти гармонию. Ну, я вот, битарск, битарск. Я вот гармонию вот относительно нашёл, слава богу, нанотехнологиям, и, слава богу, Т9. Это мой спасательный круг. Ну, и, кстати, я какое-то время, вот, начиная где-то в старших классах, и больше в этом универе я просто начал больше общаться и больше писать. Не то, что я больше читаю, я наоборот, я читал больше, но, понимаете, любой плюс языка, это его, не то, что ты слова знаешь, а то, что ты их умеешь использовать. просто у меня, вот, я заметил, что, по сравнению, если я раньше, вот, меня сравнить, ну, допустим, начальник старших классов и под конец универа, я всё-таки был более, я грамматически правильный человек. Ну, и всё, и вот, я произошёл какой-то переломный момент, стремись дальше, этот, короче, я, я не знаю, вот, как бы, этот, ну, все люди же, да, и все, у каждого есть какие-то определённые ценности, качества и прочее, я вот определённо считаю, то, что мы не можем надавливать на определение или какие-то мнения других людей, это определённо, то есть мы не можем влиять своим мнением на мнение других людей, это точно, то есть ты возьми для себя какие-то критерии, определи, чего ты хочешь, может быть, ты вообще ничего не хочешь, может быть, что-то тебе доставляет удовольствие, просто действуй. нам написали, нахуй я рассказываю, ловишь лёгкий эндорфин, как любое порядочное внимание, блядь, это же то самое чувство пенения, ради которого столько раз говорил Мучаев, ну, я это не отрицаю, что чувствую эндорфины, за счёт вас, анончики, за счёт разговоров, вот это всё, я с самого начала признался, что у нас будет эфир косплея Мучаева, дислексия представляет собой расстройство, которое связано с срушением способностей человека правильно читать и писать и понимать то, что написано, проявляется в виде трудностей с распознанием букв, слов и звуков, а также с пониманием и запоминанием прочитанного люди с таким расстройством могут испытывать различные проблемы в постоянной жизни, такие как трудности с обучением, социальной адаптацией и самооценкой, всё про меня. Как понять, что тебе дислексия? Первые симптомы рассматриваются заболевания, неаккуратное держание ручки или карандаша в руке, нарушение когнитивных способностей. Ой, анончики, вы не представляете, как вот это, блин, мытьём и катанем меня пытались заставить, ну, читать по слогам, я просто, ну, что-то написано, вот, допустим, ше-ши, я вот читаю, как написано, говорят, неправильно, ну, то есть там, не ши, а ши, я говорю, ну, так же написано, я откуда знаю, ну, ты же мне пример не показываешь, да тут всё написано, читай, вот это, блядь, секунду. Это диалектика, это, извини, пожалуйста, диалектика, ты же армянин, да, ну, то есть армянский язык, тем не менее, армянский язык от русского отличается, то есть, есть такое понятие, как диалектика, то есть, те, которые, звуки, которые ты привык генетически произносить, ну, твой речевой аппарат для этого был создан, да, здесь тебя начали приучивать, то есть, ты интеллектуально понимаешь, как оно должно звучать, но ты пытаешься перестроить свой речевой аппарат, и тем не менее, у тебя возникает диссонанс, когда ты говоришь на привычном себе языке, и когда тебе нужно звучать несколько по-другому, то есть, это прям, я тебе скажу, это вот, ну, все равно, что вот в Советском Союзе было принято, правой рукой пиши, короче, левая, если пишешь, не, нихуя не канает, пиши правой, то есть, это примерно то же самое, переучивание, ну, зато ты, на данный момент, вот, если брать твой, как сказать, как ты ведешь речь, как ты ставишь свою мысль, как ты ее доносишь, ты стал неким, вот, амбидексом, то есть, ну, для меня эта терминология больше понятна, то есть, ты умеешь и правой, и левой рукой, и правой, и левой ногой, и правым, и левым полушарием рассматривать ситуацию, то есть, ты найди в этом, ну, присядь, перестань себя жалеть, ебан рот, ты нихуя себе, ты отучился в университете, ты возьми себя в руки, ты пойми, что у тебя впереди великое будущее, займись собой, займись, не ленись, займись, не ленись, займись, не ленись, займись, не ленись, аминь. Ну, так вот, ты вот говоришь, что, типа, к тренецкому языку, типа, склонность, но я его вообще не знаю, я тебе честно говорю, я не знаю, я кроме бре, то есть, генетика, 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 миллионы лет, ну, там, ладно, хуй с ним, тысячи лет, арамейские товарищи, генетику вкладывали в твой горемычный разум, а ты сейчас добился успеха, или каких-то высот неких, и хоронишь, хоронишь в этом, хорони там, или где, или куда, или там, остановить. Ну, вот знаешь, вот, если ты говоришь, генетика, тогда объясни мне, как я тогда начал английский нормально учить, я тебе хочу сказать, что армянский... ты лингвист, ты лингвист, ёб твою мать, прости, пожалуйста, извините за выражение, ты лингвист, ну, ты, вот, ты говорил, как говорится, этот, генетический по-армянски, стал говорить на другом языке, это нормально, это лингвисты, ну, типа, это нормально, просто ты почитай книжки, углубись в эту тему, там, не знаю, разберись в вопросе, ты поймёшь, что это всё нормально. Ладно, так, что-то на манончике написали. Как пойти, что у тебя есть слегка? Первый симптом рассматривания, заболевание, аккуратное держание ручки или краныша в руке, нарушение когнитивных способностей. уже описали. Измененный порядок будет в преобразовании словесных частиц. Было в детстве. Измененный порядок будет в сок, в процессе письма или чтения. Кстати, мне вот это вот в письме, оно почему-то выскочило в старших классах. Вот сейчас оно что-то вроде пропало. Так, нежелание читать тексты вслух или самостоятельно писать сочинения. О, это тоже было. Вот. Вот. Прямо этот я, ну, ведущий сейчас говорит об этом, я поддерживаю, да, примерно то же самое. Так, возникла проблема в освоении алфавита и таблице умножения. Ой, Анончик, ты не представляешь, какая была проблема с русским алфавитом, при этом с английским таких проблем не было. Я даже мамка хвалилась, что, ну, перед первым классом, что я английский знаю лучше, вот, и алфавит, и слова, вот это все, первое. Знаю и понимаю лучше, чем на русском. А у меня такого не было. У меня, например, немецкий язык, у меня мама учила немецкому языку, ну, потому что она изучала. Английский язык меня вообще, учительница называла дети проходных дворов, блядь, потому что я слушал СОИ, мне было похуй. А вот потом, когда я столкнулся с техническим, вот именно английским, да, вот сейчас оно как-то понимается. Мамла юзер убежал от нас. Наверное, хотел бы это сказать. Его рвет, что-то он этот лагает. Сейчас придет. Вот он вроде вернулся. Давай, мамла юзер, жиги, жиги правду. Да чё, я чё, я ничего, просто интернет прервался, и всё. Ты что-то хотел сказать? Да я уже забыл, что хотел сказать. А, да, точно вспомнил. Возможно, когда ты учил английский алфавет, ты уже был чуточку старше, и это сыграло свой рой. Нет, смотри, вот, мне, когда это было 7, ну, в районе 7 с половиной лет. Я просто родился поздно. Я имею в виду в конце года. И поэтому я с 97 годов детишками пошел в школу. Вот, то есть они, типа, конец года мне уже 8, а им только либо 6, либо 7 уже было. Конец года. Вот такая вот небольшая разница. Так вот, английский, даже, наверное, чуть пораньше. Просто у нас в детском саду, ну, вообще-то у меня детский сад специально удалил из-за того, что там я шапелярил, картавил, вот, там был самый классный логопед в нашей Мухасрани. Вот, и там через 100-500 знакомых меня туда удалось втиснуть из-за этого. И я вот перестал картавить, ну, шапеляр осталось. И еще что-то там не дофиксили. Не успели. Но это не важно. А то, что вот английский, он тоже где-то мне, наверное, в 6 лет, что ли, у нас начались курсы английского. Ну, меня мамка записала, у нас была группка, ну, наши группы, ну, то есть подгруппы, так сказать, в детском саду, которая ходила, вот, учила английский язык. да, там они, я, насколько помню, это была отдельная плата, чтобы корзина ходила на курсы английского, но все же. А вот попытка научить русскому, как раз, уже были после английского. Ну, что ж, бывает иногда, но вообще, говорят, английский, он как-то попроще русского. Хотя, вот, конечно, у многих ведь, почему кортавость, это кортавы, им как раз удобнее английский, ну, ты понял? Да, я понял, я шутил одно время, вот, дохрена мне кортавость вылечили, надо было французский учить. Тогда самое то. И шепелявил, и кортавил, вот, самый набор для французского. Ты просто живешь не там. Да. Вот, как он говорил, что генетическое предрасположение, ну, я тебе вот скажу такую вещь. Из индоевропейские языки есть вот такая вот граница, она как раз по Восточной Европе проходит, где несколько разницы в звуках. Вот вот западный, по западную сторону произношение одно, по Восточному другое. И вот как раз русский, ну, славянские языки, ну, включая русский, вот, и армянский, ну, армянская вообще-то это отдельная группа своя собственная, они относятся к Восточному, и пересекаются слова, потому что очень большое заимствование из иранских языков, что в русском и в армянском. Вот. И ближе, но почему я мне, то есть, по идее, мне это должно было бы ближе, если с точки зрения генетики, что русский ближе, чем английский, но получается наоборот, мне был английский ближе, чем русский. и вот попытки учить немецкий, я вот сидел на 2Ч, хороший был, или, может, даже до сих пор лежит в этом разделе про иностранные языки, самоучитель немецкого, он очень хороший, я, ну, чеки, вам советую его, если вы хотите немецкий учить и знаете английский, это самое то. То есть, я просто понимаю, да, это вот какой-то близкий, ну, не знаю, наверное, для русского выучите украинский, вот, наверное, для меня, как знающий английский, да, я вот некоторые слова подзабыл, но я вот всю вот эту вот базу, я ее помню, и я ее могу наложить на немецкий язык. Ну, также нам написали про, так, я не дочитал у нас сообщение до конца про определение дислексии. Так, алфавит и таблица умножения появление трудностей обретать цепотексту. О, это тоже было. Ну, и сейчас, если, мне проще, если я читаю большое количество текстов, мне удобно учить, ну, не читать, а выделять фрагменты текста. Ну, там, просто выделить и нормально прочитать, чтобы он хотя бы визуально отличался, и я не потерялся, где я читал до этого. Что такое пределение дислексии описывается дисграфия и функциональная безгрануность? Анончик. Вот эти дисграфия, функциональная безгрануность и прочая хуйня, они часто, кстати, развиваются из-за того, что есть дислексии, а дислексии рядом с ходит с синдромом Асбергера, или по-другому высокнофункциональный аутизм. Вот. Так что всё взаимосвязано. Ну, я хочу учить финский. Он, кстати, анончик в чём вот и от это уже пошло какой-то турецкий. А вот что перкель я уже дальше забыл, откуда представиться. Откуда я? Откуда я? Пухут кассина Суоми. Шо? Шо? блядь. Ладно. Я только Суоми разобрал, что ты сказал. Короче, я не научил финский, я его забросил. В чём проблема учения финского? Во-первых, он не индоевропейский язык. Нету общих основ. Ну, базу грамматическую. Я вот представился, меня Оленен Криеш. То есть, меня зовут Криеш. Вот. И у них другая грамматика. у них нету предлогов. У них зато есть 27 падежей. То есть, тебе, анончик, чтобы, во время учёбы финского, тебе нужно забреть 27 падежей, как склоняются слова. это, во-первых, это любой графинский язык. Хочешь венгерский выучить, хочешь эстонский выучить, хочешь, блин, этот, блин, камнезырянский. Тебе нужно знать, как склоняются эти слова. Да, постройка у них простая, как в английском, то есть подлежащая скалуемая. это устроится, да, но правила-то, грубо говоря, понятны, но словарь на запас, чем проблема. И падежи. Устанавливаешь MySummer и учишь финский. Ты ещё предложи эту зелёную сову. Не-не-не, именно MySummer. Ну, ладно, это одну вещь, а другая вещь, что вообще для тебя вынес, нужно, чтобы у тебя был стимул. Вот, я пытался во-французский, у меня был стимул, что я закончу вузик, пойду работать, накуплю побоисики и поеду по ученической визе в этот. во фражку. И потом, ну, вот, конец второго курса, первая половина третьего отгрухала, ну, что, мои попытки, да, вот, что-то там было про движение, что-то застопировалось, и тут кой-як, Макрон, отменяет эти пославления для иностранцев, чтобы при поступлении всё, пизда, стимул пропал. там финки есть какое-то обзывательство на название русских, забыл, как, типа, шурави что-то, нет, руси. Курва и Опердоле. Буся, приём, Буся, я надеюсь, не умер, ровно год, ровно год, Буся, приём. И дядя Лока тоже приём, может быть, кто-то нас слышит. Также нам написали сауну 2000, а чё не сауну 2000? А чё за шутка про сауну 2000? Я как-то не понял. Ну, я думаю, мы уже полностью выгорели. У нас, типа, внезапная субботия конференция днём во вторник. была. Вот. Мы начали именно... Я начал 12, мам был 12.48, а сейчас 17.13. То есть, мы проговорили эти 4 с лишним часа. По-моему, это достойный эфир. Мы очень много всего интересного обсудили. Спасибо всем анончикам за то, что они послушали. Вообще, очень было интересно. Да, я присоединяюсь к заключению нашего шкафа. Нам написали, что это же игра финская про чёрта в сауне. Не играл. Не играл. Играть нужно, не поймёшь. Игра финская паришься с медведевым. Ну ладно. Ладно. Вот, вот, давай, следующий игробляск, чтобы My Summer Car не-е-ет, не-е-ет, я всё, я выгорел. Мне бы как-нибудь заставить потом сходить себя в качалку. Вот. Так что, да, паразит, вот. Ладно. Окей. Это моя речь. Так-то, да, ещё то же слово паразит. У всех они есть. Это нас делает людьми. Аминь. Солидарен, солидарен. Ну что, анончики, на сегодня всё. Спасибо за внимание. Вам ещё осталось 45 минут до эфира обсидиана. И чумок вас всех пупок. До скорой встречи на волнах ради Анонимус, где мы доставляем.